всем привет всем привет меня зовут стас вы на канале где не по-русски напишите пожалуйста в чате что нас слышно и видно и все в порядке да меня зовут стас тут с нами дима привет всем привет и мы продолжаем нашу серию стримов стримов с гостями стримы которые посвящены так вот плюсики пошли отлично стрима которые посвящены разным сферам компьютерной графики в которых можно использовать гудини и я напоминаю что мы приглашаем людей из разных сфер и смотрим их какие-то реальные гудиневские проекты чему-то учимся и в общем уходим вдохновленные на новые свершения и сегодня мы с вами поговорим про game dev и про мобильный game dev но принципе вообще про game dev и поговорим про такую специальность которая называется technical artist или технический художник техарт и мы пригласили в гости лекса дарлага привет лекс привет расскажи просто немножко про себя и про эту профессию такой что такое техника артист какие задачи перед вами стоят какие задачи помогает вам решать гудини и вообще это очень интересно конкретно про себя постараюсь сказать мало потому что я в графике там 15 плюс лет но я самоучка самоделкин и так далее тут особо никакими регуляциями похвастаться не могу в мобильном game dev работал последние лет наверное 7 может 8 не знаю точно техникал артист это такая специальность которая как бы художник но не художник как бы программист но не программист это человек который дружит художников с инструментарием разработки в игре то есть задачи техника артиста входит например заготовка изготовления всяких инструментов если у вас весь пайплайн целиком в мае то пишет всякие скрипты по автоматическому выгружению там в движок подготавливает я не знаю инструменты для запекания light map чтобы художником было плюс-минус одна кнопочка они нажали и все работало вот это вот функции техникал артиста в как это это вот в общем случае в частном случае в каждой студии есть свои индивидуальные запросы потребности и так далее и на самом деле единого определения техникал артиста нет где-то техникал артист ближе к рендеринг инженеру когда он сам же шейдеры фигачит и всякие скрипты обвес для этих самых шейдеров пишет в unity и так далее и тому подобное есть те которые таргетируются исключительно на пакет ваш основной там майя гудини макс неважно в чем работать всякие скрипты и утилитки для вот этого дела есть те которые больше к эффектам склоняются то есть они сами уродом допустим из fx и они все вот насквозь про симуляции но в общем и целом задача техникал артиста сделать так чтобы контент был изготовлен в адекватные сроки потому что без автоматизации современные игры даже мобильные это нереальный сценарий и чтобы это все еще влазило по всевозможным бюджетом такое дополнительное требование которое появляется в геймдеве потому что в геймдеве особенно в мобильном ты считаешь каждый мегабайт текстур ты считаешь каждый лишний вертекс и так далее и чтобы как-то это все уместить в немощную мобилку чтобы она еще завелось работала и при этом она не грелась как печка в руках у пользователя там целый набор техник я сейчас даже погружаться не буду но это тоже задача техникал артиста вот как то так в общих чертах лично очень интересно ну и давай тогда посмотрим что за проект это нам принес о чем-то нам расскажешь я открываю тебя на полный экран у меня на полный экран а ты можешь там запустить трейлер который те скидывал наши игры неважно я тогда сейчас сам покойся запущу игру в боксе она мне все равно открыто дополнительные деньки последние несколько лет студия в которой я работал разрабатывала игру в жанре аналог факторио я то все эти годы думал что мы делаем мобилку мобилку но наш лид к счастью у него душа горела к тому чтобы уйти от этого бездушного доната и он то изо всех сил несмотря на то что мобилка пытался сделать чтобы игра была приличная в частности одно из ключевых решений игра за full price продавалась как следствие нет никаких там таких фри-то-плейных монетизаций что знаете и будьте хорошо концептуально это как факторио есть аналог в играх мобильных миндастри нас очень часто с места сравнивают это я узнал недавно вчера стримы посмотрел с нашей игрой и удивился что оказывается сравнивать сама игровая как это корги млуптуч такая же как факторио вот я сейчас игру демонстрирую наверное называется не забудь сказать называется на рефакторе она у нас изначально выходила на мобилках но скажу по большому секрету что с самого начала планировала сделать ее кроссплатформой то есть мы ее разрабатывали с учетом того что да у нас основная целевая платформа это вот наши замечательные мобилки но таргетируемся мы то что она должна запускаться и в браузере во вконтактике и в стиме мы собирались выйти в итоге вот недавно как раз у нас произошел релиз важные замечания я уже к этому проекту отношения не имею никакого я уволился где-то полгода назад или типа того но проработав 7 лет над может над этим проектом не 7 там может 5 лет не знаю точно поработав как бы это мое детище в том числе поэтому я себя считаю все равно причастным к этому делу вот как то так игра у нас такая про игру рассказал вроде как да отлично ну давай посмотрим проекты сегодня важное как бы уточнение чтобы люди немножечко понерфили свои ожидания если у них там грандиозные вы уже поняли что сегодня будет речь и тема белках не каком-то крутом трипл а это первый нюанс а второй нюанс многие когда ожидают стримы про гудини ожидают там увидеть кучу всяких эффектов кучу всякой процедурной генерации контента ничего этого сегодня здесь не будет вообще потому что в нашем конкретном реальном сценарии возможны не такие внушающие не такие впечатляющие в шоукейзах я покажу сценарий использования но у нас оказалось гудини занял как это не вышибаемую нишу между контентом и движком в частности по моему глубокому убеждению гудини это главный софт для всего что связано с рендерингом и техническим композом то есть в нашем вот проекте например мы гудини ни разу не использовали для симуляции вообще ни разу за все годы разработки у нас был кое-где процедурный контент в классическом понимании что это вот в геометрии так далее но основное использование гудини у нас было про рендеринг композ выгрузку в движок конвертацию приведению к нужным типом и так далее и тому подобное то есть нас гудини выступал в качестве такого главного экспортера и собственно под этой эгидой будет сегодняшний мой рассказ угу да отлично давай посмотрим первый сценарий использования если сейчас в игре посмотреть как у нас какие сущности есть у нас главная сущность которая есть в игре это здание и издание хотелось уйти от пиксельной стилистики фактория хотелось сделать более менее реалистичный внешний вид я не знаю насколько это получилось судить игрокам игроки отзываются положительно что для меня было лестно вчера когда это почитал в отзывах но общая стилистика видна то есть у нас плюс минус реализм плюс минус реализм сразу означает что никакого ручного рисования ассета в фотошопе нам не вариант самая рабочая схема которая нам подошла с учетом наших мощностей мощности нашей студии это готовить реальный 3d контент его просто рендерить фиксированной камерой соответственно первый ассет который встал как это камнем преткновения в реализации всей игры это собственно штука которая рендерит можно было конечно в мае наплодить сто пятьсот миллионов миллиардов сценок на каждое здание и руками в к в каждой сценке все это настраивать но сам понимаешь что при каждой итерации это пришлось бы пире перелопачивать во всем проекте совершенно не вариант поэтому дано на достаточно ранней стадии я можно сказать профаси профорсировал применение гудини в проекте и мы прямо на него жестко сели поэтому первый ассет который у нас есть который хотел бы вам сегодня показать это рендерилка такая здоровенная штука этот ассет здесь скопирован четыре раза вот это просто штуковина которая выгружает рендерит и сразу выгружает в нужном виде в игру в чем хитрость нужного вида постараюсь очень кратко объяснять в мобилках нет возможности тащить кучу данных поэтому приходится эти самые данные зашивать в в минимальную текстуру нам в итоге удалось зашить основное освещенный шейдинг плюс эмиссию отдельно плюс собственно альфу в одну rgba текстуру это позволило в игре перекрашивать эмиссию когда-то мне посмотреть если где она у нас на светящие штуки если здание сломано можно сейчас вот увидеть на вот этих вот ящичках она горит красным потому что они по моему заполнены я не уверен насчет геймплей но у них есть такое состояние могут быть красными обычно эти же самые ящички они синие где-то она но вот такого цвета они синие не этот ящичек но суть та же самая и это реализовано на стороне игры за счет шейдера но чтобы шейдер смог сделать это в игру должно быть выгружено по кускам выгружать миллион текстур на каждое состояние это конечно весело и задорно вот кстати синенький он но это не то что мы можем позволить себе в геймдеве особенно в мобилках поэтому хитрый сценарий выгрузки когда мы до него дойдем я покажу как именно он хитро это делает а сейчас посмотрим на самосед он делает давайте залезем сюда вот внутрь вот у нас произошел самый где у нас композит view вот он шифт и главное что нужно отделить нам нужно на этапе ну то есть здесь происходит вот это все это технический композ я быстро сейчас пробегусь какой именно композ он делает вот у него приходит где она учит у меня слетела секундочку заминка займи пожалуйста пока эфир я щас кое-что поменяю да отлично я с удовольствием займу эфир потому что нас прошел первый донат от артема 1000 рублей спасибо друзья спасибо огромное артем за поддержку да я забыл сказать у нас есть донаты в описании экстрима есть две ссылки первая ссылка для поддержки из россии 2 из для поддержки из других стран она делала сугубо опциональная да на ваше на ваше усмотрение но мы конечно будем благодарны это поддержит жизнь нашего канала и в принципе наверное пока что вопросов больших у нас нету я уже все есть что отлично но давайте продолжим и потом уже вернемся к вопросам хорошо суть в чем осет просто у меня есть настроенная сцена некоторым стандартным образом меня в осеты выкинуто освещение вот отдельно лежит отдельно там наша стандартная подложка земли сцена выглядит таким макаром в сцену прилетает просто из мая уже полностью готовая геометрия мне художники отдают текстуры как мне в итоге художники сами же стали это все делать без моего участия им отдал инструментарий и вперед из песни потихоньку когда у нас произошел адопт гудини в студии изначально это я делал а потом люди подтянулись так вот прилетает геометрия прилетает текстуры это все надо автоматически как-нибудь так плюс-минус автоматически отрендерить чтобы она выглядела везде унифицирована соответственно у нас есть отдельно осет освещения отдельно осет который это рендерит отдельно тут базовый сетап который разбивает объект на слои поехали смотреть чем делает он он рендерит здание нашего этого здания это аккумулятор дайте покажу в игре где-то они были вот они вот это вот здание это она как нетрудно догадаться аккумулятор имеет разной степени выдвигания это можно было сделать конечно так как делают на пока как это делают на пока на пока просто фигачат анимационный спрайтшит на всю то есть вот все здание рендерят целиком и там просто получается текстурнатор атлас громадного размера соответственно чем больше ты кадриков отрендеришь тем больше он весит мы это себе в мобилках позволить не можем поэтому пришлось немножко изгаляться в частности пришлось отделять отделять где же ты родимый мой секунду тем глазами не вижу так вот он вот давай а если посмотреть на собственно сам само здание оно выглядит как цельный но на самом деле это это два слоя один статичный который не меняется у здания эта подложка это у многих зданий так здесь не очень заметно но здесь есть другая штука который потом хочу показать поэтому это здание выбрала у predict зданий почти есть статическая часть которая не меняется которой большая большого разрешения есть обычно она меньше по размеру анимированная часть в данном случае это не анимированное просто разные степени выдвижения но это по сути то же самое Соответственно, наша задача как-то так отрендерить, чтобы оно скомпоженное выглядело, как вот рендер, но при этом собиралось из нескольких частей. Загвоздка здесь — это тени. Что делать с тенями? Потому что тени вот этой штуки, когда они выдвигаются, они вылазят сюда, 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 сюда. И если тени будут просто черными, это некрасиво. Если тени вообще не будет, это тоже некрасиво. Надо как-то так сделать, чтобы была анимация и с тенями. Как же мы это сделали? Очень просто. Мы рендерим отдельно здание. То есть анимированную часть с альфой. Мы рендерим отдельно подложку. У нас все целиком. И отдельно рендерим подложку. Имея эти вещи, можно за счет достаточно простой математики, я сейчас не буду погружаться в формулы, но отделить одно от другого. То есть у нас когда есть такое и такое, и вот это вот у нас с альфой, пиксель в пиксель точный, то мы можем сделать вот такое, где у нас останется только подложка. Имея подложку с нашим зданием, от которого падает тень, и где же оно было? Вот статическую подложку. То есть если у нас есть вот это и вот это, то мы видим, что здесь есть какая-то разница между ними. И даже не имея никакой альфы, зная лишь то, что вот это вот изображение, на которое наложено что-то, что должно в результате дать вот такое вот изображение, мы некоторой математикой извлекаем это что-то, нормализуем его, чистим и получаем, собственно, тень с альфой. Почему мы не просто рендерили проход теней? Потому что здесь это не очень видно, это видно вот в этих областях сейчас будет. Но когда здание выдвигается, и у тебя куча металлических объектов в кадре, там помимо теней может быть какое-нибудь отражение, которое появилось вот в этих вот поверхностях, например, видно здесь такое вот желтенькое. И нам надо бы все это тоже закапчурить. Поэтому просто проход теней не вариант, надо было именно находить разницу между двумя изображениями и как-то ее вшивать в альфу. В результате у нас получается вот такая вот штука, лежащая на белом фоне условно. И если мы извлечем эту, собственно, штуку, он сейчас проработал, выдал вроде как черное ничего, но я нажимаю вот эту кнопочку, и на самом деле там очень темные цвета, вот здесь вот, вот эти вот. И некоторая альфа. Когда мы это все... Где вернуть? Вернуть где было? Вернуть, да. Когда мы вот это вот присобачиваем... Так, еще раз, на всякий случай, чтобы было видно. Когда мы это присобачиваем обратно к основному проходу, вот этому, и я сейчас верну ярко, чтобы как есть. Разница здесь не особо видно, но она видна в игре, что тени не черные, а синеватые такие. И у нас, собственно, есть вот такая вот хитрая альфа, которая дает нам... Ну, то есть, которая присобачена вместе с основным зданием, как часть этого спрайта. Давай покажу финальный результат, чтобы было понятнее. Рендер, аккумулятор, превью. Вот она вот так вот выглядит в итоге. Отрендеренная и прокомпоженная. Это превьюшка, которая у меня выгружается исключительно для того, чтобы... Сейчас, ну, понятно, она на сером фоне просто лежит, я могу на весь экран развернуть, но станет на черном фоне, и станет особенно заметно, что здесь какие-то помимо теней появились вот такие вот светящиеся штуковины, которые тоже с альфой кладутся на фон. Но это даже не самое главное, что делает Asset, и почему он такое спасение. После того, как мы вот это вот извлекли, сейчас вспоминаем, что поскольку у нас это честный рендер, то до настоящего момента у нас тащился HDR свет. Если я нажму вот эту кнопочку, и он мне нормализует изображение, то мы видим, что самый светлый блик на самом деле здесь вот он был, вот он, какой там яркость. Ну, два с половиной условной яркости. Это позволяет с небольшим извратом запаковать это дело в хитрый формат, в хитрое цветовое пространство. Подробности я рассказывал на том стриме, на котором Стас был у меня в гостях на моем канале. Сейчас я опускаться в подробности не буду, но смысл в том, что можно запаковать. Если бы мы это делали в каком-нибудь другом софте, то это было бы сумасшествие каждый раз просить художников нажимать какую-нибудь там дополнительную кнопку для того, чтобы оно выгрузило в нужный формат. В результате что мы имеем? После всего композа у нас есть наш объект без эмиссии, наш объект с эмиссией простым вычитанием, причем оно HDR-ное, поэтому простым вычитанием мы можем восстановить чистую эмиссию. Сейчас я не покажу, смысл в том, что есть оно там. К этой эмиссии мы можем присобачить glow на композе. Тут автоматом у нас есть альфа полностью, у нас есть альфа чисто по зданию. А теперь вспоминаем один нюанс, который я на раннем этапе придумал. У нас обычно светятся объекты непрозрачные. То есть у нас может светиться вот эта вот молния какая-нибудь, хоть у нас здесь не очень хороший сценарий использования, но обычно у вас светится что-то на объекте. Соответственно, если игнорировать glow, то у тебя маска может быть использована одна, которая переходит сперва по альфе, то есть вот этот градиент по альфе пришел к белому, а потом здесь в нее можно вшить другую маску, которая переходит из непрозрачного в светящиеся непрозрачные. Где-то оно сейчас это было, но оно точно есть в аутмейне вот здесь вот. Во. Видно, в чем прикол? Да, ну мне кажется, видно, да. То есть у нас альфа от черного к 0.5 – это, собственно, прозрачность, а от 0.5 до единицы – это маска индикации, где у нас эмиссия, где не эмиссия. Причем это не просто маска индикации, эта маска индицирует степень вклада эмиссии в финальное изображение. То есть… Сейчас я где-то у нас там… Где-то сюда… РГБ не то. Вот у нас без эмиссии, вот у нас с эмиссией. Если мы одно из другого вычтем и получим чисто саму эмиссию, где она, вот она, чисто самая эмиссия, и посмотрим на итоговое скомпоженное изображение, вот оно, то вот какую часть эта яркость составляет от вот этой яркости. Зачем это надо? Затем, что у нас в игре есть ночная перекраска, и нам бы хотелось, чтобы шейдинг перекрашивался, а эмиссия не перекрашивалась. И за счет того, что у нас эта маска в игре есть, мы можем это реализовать. Если я сейчас повключаю, повыключаю… Где у нас там? Ночь. Ночь. Это должно быть, по идее, видно. Что вот у нас здание, все такое светленькое эмиссия пересвеченное. Включаем ночь. У нас здание стало темненькое, такое обесцвеченное серенькое, а эмиссия по-прежнему яркая пересвеченная. Так, вот. Сейчас, секундочку, я тут с мыслями собираюсь. Смысл в том, что у нас есть возможность зашить в нашу текстуру вообще, по идее, что угодно. Я вот выбрал такой сценарий, при котором я запихиваю в одну альфу, по сути, две маски. Собственно, прозрачность от полностью прозрачного к полностью непрозрачному. Иди сюда. И потом вторую маску к эмиссии. Но и даже нет, самое главное. Поскольку мне в игре хотелось иметь HDR, у меня вот этот весь мой хитап запихивает, конвертирует в искаженное цветовое пространство. Вот здесь видно, что изображение, допустим, до delay-то, если посмотреть, изображение, оно сейчас анпримультнутое, но давай, давай примульт сделаем. Вот. Чтоб люди не пугались. Вот. Такое вот изображение, видно, что оно какое-то искаженное. Это не просто так. Я на определенном этапе, когда уже было очень много зданий у нас отрендерено, просто взял все здания, запихнул в гудини и отобразил пиксели в трехмерном пространстве, изобразил такой point cloud. Сейчас у меня, к сожалению, сцена не сохранилась. Я не осталась у меня ее. И просто проанализировал, проанализировал, что вот у нас типа пространство, пиксели тут таким вот облаком разбросаны, три оси, и смотрим, где приблизительно в какой области они находятся. Глядя на эту картину, можно придумать, как бы так запаковать, чтобы эффективнее использовать биты текстуры. В нашем случае оказалось, что достаточно высоко находится минимальный черный пиксель. То есть, минимальный черный пиксель никогда не был черным. Он был таким синеватой, таким синеньким, в общем. Минимально яркий пиксель мы просто оттекаем, что берем там яркость какую-то 2,5. Плюс за счет гамма-кодирования, то есть, мы сохраняем цвет вот таким вот у нас серым, из-за чего он становится. Из-за того, что у нас на определенном этапе я выкручиваю гамму вверх. Для чего? Для того, чтобы после нормализации, то есть, я привел темный пиксель к черному, светлый пиксель к белому, и после этого я накидываю гамму. Давайте я это покажу. Где-то оно здесь должно быть. Вот мы заэкстрактили emission. Вот мы извлекли emission mask. Вот мы собрали из отдельной emission mask и отдельно альфы, где-то она там была, вот альфы. Мы собрали комбинированную маску, а еще где-то здесь должен быть, собственно, кодировщик цвета. Мой... А, вот наш родимый. Как видите, у меня здесь ассеты в ассетах, в ассетах, в ассетах. И реальное количество работы трудно продемонстрировать. Так. То есть, вот у нас... Где у нас? С. И здесь сейчас я пока временно сделаю... Чтобы было видно. Как у нас происходит кодирование? Я выкручиваю гамму. Оно стало бледным. А потом я просто на некоторые фиксированные значения, которые я нашел, нормализую. У нас изображение заняло весь диапазон от черного до белого. При этом у нас на кодирование темных деталей уходит больше бит за счет вот этой вот гаммы. И мы в таком виде сохраняем текстуры. Поэтому реально то, что ПНГшки, которые отправляются в игру, они на самом-то деле выглядят вот так вот. Но уже в самой игре оно шейдером обратно распаковывается. И за счет этого я получаю в игре HDR изображение, которое могу независимо друг от друга раскрашивать, получать ночь и так далее и тому подобное. Вторая штука, которая сейчас у меня промелькнула, которая тоже позволяет сделать гуденько. У нас здания в игре могут на этапе постройки, то есть если я сейчас возьму, нажму паузу и попробую построить какой-нибудь контейнер, то можно заметить, что он рисуется такой вот голограммкой. Можно было по идее для этого сделать просто полупрозрачный спрайт самого здания, но хотелось как-то извернуться, и чтобы оно выглядело покрасивше, в этот же самый ассет просто запихнута композная штуковина, которая делает там аутлайны, делает там… Простите, это не вы мне там пишите что-нибудь в чатик? Сорян. Где я? Я запутался между окнами минуту. Так-так-так-так-так-так-так-так, что я говорил? Я вообще в эфире, нет? Да-да-да, все в порядке. А, все, хорошо. Если хочешь, можно прерваться и почитать вопросы, тут их немного, но они есть. Я про аутлайн сейчас просто покажу его. Я сейчас теряюсь мыслями, потому что мне кажется, что все это безумно элементарно, это все буквально однокликово можно объяснить, что это все композ, и все. На самом деле, то есть как-то из этого… Мне кажется, это очень интересно, поэтому лучше рассказывай поподробнее. Хорошо. Соответственно, поскольку у нас это настоящий рендер, поскольку у нас здесь есть куча дополнительных служебных данных, то есть вот я показал, как происходит запаковка в общих чертах, я специально абстрагируюсь от всех формул, от всех алгоритмов, от кода я максимально сейчас абстрагируюсь из такого с птичьего полета, пытаюсь вам показать, как оно в реальном геймдеве применяется. А какая конкретно там имплементация, это дело 25-е. MatchCuringDefinition. Короче, у нас есть запаковка какая-то, неважно какая. Важно, что у нас изображение приходит вот такое, а автоматом конвертируется в такой формат, который потом шейдер может в игре распаковать обратно в HDR. И в мобилках, несмотря на то, что у нас полностью LDR текстуры, использовать HDR изображение, в котором еще и маска эмиссии зашита, и еще альфа в нем же есть, и все это считается за одно чтение текстуры. И поскольку у нас это настоящий рендер, у нас вот здесь вот на входе, где-то у меня в начале нетворка это было, сейчас я посмотрю, вот здесь оно в начале нетворка. Если посмотреть на наше здание и вернуть, как оно было, на наше само настоящее здание, у нас помимо цвета есть много чего еще. У нас есть позиция в мировом пространстве, у нас есть нормали, у нас там есть вот эти карты, они, правда, не использовали, собственно, diffuse, mission, вот это все, распасовка обычная. Но за счет того, что они у нас есть, а это не просто нарисованная картиночка в фотошопе, мы за счет несложного композа можем из этого получить автоматически сгенерированный вот этот вот для каждого здания. То есть это не художник сидит руками, рисует. Это я один раз собрал асет, и у меня он для всех зданий автоматом выгружается. Что у нас здесь? У нас здесь в красном канале просто фринель, в зеленом канале просто маска аутлайны, и из этого в игре у нас собирается вот такая вот, я, к сожалению, не могу в самой игре презумиться, мне нужно переключаться в сценвью, чтобы показать это ближе. У нас получается вот такая вот штуковинка, у которой в самом шейдере можно крутить различные там интенсивности, и из этого получать всякие разные аутлайны. Так, так, так. Вот, собственно, это первый ассет, который все это дело рендерит. И, по-моему, сейчас я вернусь вниз нетворка. Вот он у нас выгрузил маску. Он уже у нас сделал автоматически потом делейшн. И сюда. Все это запаковал, заэнкодил, сделал делейшн, вернул обратно из цветового пространства с RGB. Получилось вот такое, где в прозрачных пикселях, вы видите, что он нам наворотил. Это тоже штука важная. Когда в игру попадает, важно, как именно у вас получено делейшн. Сейчас я не буду вникать, но смысл в том, что фотошоп, то, как он выгружает, он не в том формате, в котором нам надо генерировал цвета для пикселей полупрозрачных, поэтому возможность накрутить свой делейшн, это тоже замечательно. И это все, если сейчас обратно за лочью ассет. Куда ты? MatchCuringDefinition. Это все буквально вот одна штуковина с кучей вкладок, где художник просто указывает, что у нас там рендерится в сцене. А это еще само, к тому же, в сцене сохранено все стимплей сцены. Там есть какие-то настройки рендера, есть какие-то настройки композа, выгружать, не выгружать наш этот вот ГОСТ, который я сейчас показал. Возможно, если художники захотят что-то сверху нарисовать, может, имеет смысл выгрузить в качестве EXARC перед композом все, что у нас сделал наш этот нетворк, чтобы он все собрал, но еще не закомпозил этот финальный выскаженный цветом пространства. Все это дело собирается в один эссет, ураунд в сценах есть, замечательно, вперед в рот и мы ноги. Про первый эссет я вроде бы его показал. Очень интересно. А чем вы рендерите? Рендерили мы редшифтом, просто потому что, ну, как бы видюха быстрее. И, кстати, да, спасибо, курс по редшифту, я узнал с этого канала, если что. Так что записывайтесь, хороший курс. Так, слушай, а ты можешь показать финальный вид? Это атлас или что в результате всего этого получается со всеми анимациями? Тут сейчас сложненько будет, потому что в Unity есть ее собственная родная система спрайтов, и мы ее частично используем, но только частично. Наши вот эти картинки, когда они отрендерились, если вот я сейчас покажу вот этот вот товарищ, то у нас для каждого здания есть оно само, вот оно, и его анимированная часть. У нас этих зданий здесь дофига. То есть если я сейчас вот... Где он у нас? Вот, какое-нибудь другое здание. Каждое здание у нас таким макаром отрендерено, они все выгружены, а дальше у нас подключился программист, который не в Гудине, а просто C-Sharp скриптом, работает тупо с файликами, берет их и сам собирает в табличку в гигантский мегаатлас, который я сейчас... То есть он еще кропает, как ты мог заметить... Иди сюда. Как ты мог заметить, у нас специально рендерится с избыточным разрешением, чтобы потом просто кропать, чтобы мы знали, что вот у нас центр изображения, это центр спрайта, с которым работает программист, а уже сам программист на этапе сборки спрайт-шита сам отсекает те области, которые прозрачные, как-то там это дело очень плотненько укладывает, и в результате получается, что у нас у всех спрайтов они друг другу соответствуют по пивоту, что вот у нас куча картинок, но при этом у двух соседних спрайтов, может быть, что вот у этого здесь видно глазами, bounding box, например, здесь проходит, вот, видно просто, что у него альфа здесь закончится, а у другого анимационного кадра оно может пройти, то есть по другой высоте, у них реальные bounding box будут отличаться, сейчас это где-нибудь найду, у нас еще игра работает, работает, надо найти какое-нибудь место, где у нас спрайты меняются, и вот ты видишь, они мелькают, это переключаются разные спрайты, причем ты видишь, статичная часть какая большая, а вот это вот анимированная часть, и они уложены все на один большой-большой-большой атлас, но это уже собрано программистски, это сделано уже средствами Unity, сейчас я найду его тоже, раз попробую показать. А не думали попробовать это в Гудине сделать, или это было проще в Unity? У меня есть, я, честно говоря, уже не помню, потому что как бы с того времени много воды утекло, но у меня есть подозрение, что в тот момент, когда это решение принималось, я был в отпуске просто, потому что если бы я был, я бы наверняка профорсировал, типа давайте это тоже в Гудине делать, потому что нам контроль над этим нужен, и в следующем примере, в котором я покажу, будет видно, что там уже методика ручной сборки еще более плотной, чем то, что делает наш программист, потому что он просто табличку укладывает, а когда ты работаешь в Гудине с реальной геометрией, ты можешь совсем эффективно уложить, так как ни Unity из коробки, ни студийный программист сделать не смогут. Поэтому предложение замечательное и верное, но я не помню, по какой причине, у нас оно как бы было сделано вот так вот. Возможно, просто потому, что решили, что так проще. У нас очень много решений было принято по принципу, делаем по пути наименьшего сопротивления. Как вот минимальной кровью это делается, если времени программиста на это будет потрачено меньше, чем моего времени на имплементацию аналогичного Тула в Гудине, то выбирался первый вариант. Вот. Ясно, интересно. Скажи, я увидел, что у вас версия Гудин 17.5, да, по-моему? Да, да. То есть еще не было PDG и все такое, то есть какая-то автоматизация у вас была дополнительно по типу PDG, или все-таки это было, что каждый художник просто заливает свою модель и нажимает кнопки? Смотри, во-первых, у нас для каждого ассета в смысле не гудинском, а в смысле юнитен, то есть для каждой сущности, которая попадает в игру, у нас требовались какие-никакие твики. То есть ты видишь, у меня здесь дофига всяких настроек, там кое-где они включены, кое-где выключены, но нам требовалось минимально хотя бы количество сэмплов подогнать. Поэтому совсем-совсем-совсем PDG нам бы не очень подошло. Плюс в реальном продакшене, к сожалению, все не так, как в учебничке, в реальном продакшене очень часто все упирается в то, что тупо человек, который в студии есть, он может тупо не знать существования какой-то штуковины. На тот момент, когда я этот инструмент имплементировал, я банально не знал о существовании PDG. Такое бывает, особенно в маленьких студиях. У нас студия небольшая, я сейчас, чтобы не соврать, она вся целиком, наверное, человек 20. Просто вся. В пихе у нас было народу. В последнее время, ну, неважно. То есть, когда была активная стадия разработки, у нас было не так уж и много людей. По сути, гудинщик в студии был один основной, я. С моей подачи подтянулся потом моделлер и открыл для себя чудеса Гудини. Но изначально, в самом начале, когда я только внедрял Гудини, мы пытались работать через Гудини Engine, когда я делаю все в Гудини, а оно в Мае и уставляется, чтобы для художника в рамках Мае были инструменты, но это порождало такое количество дополнительной служебной работы. То есть, для того, вот ты сделал ассет, и чтобы теперь просто этот уже готовый ассет использовать в Мае, тебе нужно, во-первых, вокруг всего этого делать собственный обвес. То есть, тебе нужно создавать мега-ассет на уровне Абжа, который будет держать все те крутилки для всей сцены, которые во многих местах ты можешь средствами Гудини просто в самом Гудини покрутить. Поэтому потихоньку мы потом мигрировали на Гудини полностью. То есть, потихоньку я стал, как это, звать моделлер, что давайте я тебе создал сцену, ты просто заходишь, вот эту кнопку рендер нажимаешь, все остальное не трогаешь. Мне просто удобнее, чтобы ты это открывал в Гудини, а не в Мае. Мне меньше работы будет. И так потихоньку-помаленьку мы перешли. Но в небольшом продакшене ситуация, когда что-то не реализовано просто потому, что люди не знали, нормально бывает такое. Так, хорошо, давай почитаем вопросы из чата. Их тут немного, но есть. Итак, Джен Энти спрашивает, а почему в целях оптимизации не делать развертку модели на четверть или половину UV? Так, не очень понял вопрос, честно говоря. Ну, видимо, речь о том, что вот ты... Ну, да, здесь же... Я думаю, что я, наверное, даже отвечу. Мы же говорим про спрайты, да? То есть мы говорим про рендер спрайтов. Нет, про то, что модели попадают прям в движок в таком виде. У нас есть модели, которые попадают в движок. Если я сейчас отзумлюсь, то можно будет увидеть дронов, которые у нас тут летают. Они у нас сделаны реальными моделями. И в зависимости от дрона, конечно, у них разная степень оптимизации. Вот этот достаточно неплохо оптимизирован. На нем... Ну, давайте посмотрим, какая у него текстура. Господи. Какую бы вкладку-то открыть только. Опустим вот эту. Вот его развертка. То есть здесь, в принципе, глазами видно, что у него многократный реюз. Ну, тут не очень, наверное. По карте нормали будет виднее, наверное. А, карта нормали тоже мало дает. Короче, да, замечания верные. Но когда у нас на выходе банально спрайты, нам насрать на оптимизацию. То есть у нас в... Вот для таких зданий, которые просто рендерятся, у нас прилетал в каком угодном виде контент. И мы просто это рендерим. На выходе у нас получается картинка. А, важное замечание. Что просто надо обязательно сказать. Всегда все рендерите в многократно избыточном разрешении. В очень многократно избыточном. Я взял для себя правило. На каждом этапе, на котором может произойти ресайз изображения, надо, чтобы у вас запас был минимум в два раза. То есть если у вас происходит ресайз, и он может отресайваться не ровно в два раза, а, допустим, в полтора. То есть у вас ужатое изображение будет занимать 75% в пикселях от исходного. То, чтобы у вас не произошло разблюривание на этом этапе, вам нужно, чтобы у вас была избыточная информация изначально. Поэтому, если у вас на выходе вы хотите получить, допустим, вот у вас произошел ресайз от 1024 разрешения к разрешению 768, чтобы у вас он здесь произошел без разблюривания, вам нужно, чтобы вы изначально отресайзивали не 1024, а 2048 вы отресайзивали. Понятная мысль? И за счет этого у нас получилось, что некоторые спрайты, мы когда до земли, я надеюсь, сегодня дойдем, которые у нас в игре чуть ли не размером 64 на 64, но чуть больше на самом деле, 128 или 256, мы их рендерили в 2К. Где 256, а где 2К. Но за счет всех преобразований в процессе оказалось, что нужно рендерить их в 2К. Очень неочевидная вещь. Очень неочевидная вещь, да. Так, N5E4 спрашивает, возможно ли запечь к премьеру Fireball, Торнадо или что угодно на текстуру трубы, или все нужно печь на плейны для геймдева? Я не очень понял вопрос, честно говоря. Запечь — это вообще слово, в котором заложено... Люди даже не осознают, какое количество смысла. У меня, я планировал сегодня показать очень базово свою запекалку, но вообще-то у меня количество инструментов, которые связаны с запеканием в проекте, наверное, половина всего инструментария, который у меня есть, связана с запеканием. И когда ты запекаешь что-то нестандартное, всякий раз нужно думать о том, как именно оно будет отрисовано в игре и как это максимально эффективно передать. Вопрос был в том, чтобы запекать на трубу анимированное Торнадо. Это я правильно понимаю? Тут на текстуру трубы, я вот поэтому не совсем понял. Наверное, на геометрию трубы, запечь, что у тебя есть какой-то Торнадо, которая вот симуляция эффект, и ты... Чувак, наверное, имеет смысл развернуть вопрос, чтобы... Нет, нет, вот он спрашивает, имелось в виду запекание текстуры. Ну, как я понял, да? То есть, в принципе, на что ты эту текстуру кладешь, неважно. Ты можешь класть ее на трубу, на плейн, на какую-то модель очень сложную. Поэтому, ну, в принципе, запекать можно что угодно. Вот. Чтобы базовая форма имеется в виду, наверное, была. Да. Базовая форма Торнадо, и вот она как-то передавала там основную форму. Чтобы со всех сторон трубы было видно. Ну, да, да, да. То есть, ты можешь поставить вот эту вот модель. Если нужно сделать, чтобы она таялась, ты можешь поставить ее, поставить текстуру на трубу, чтобы она таялась, и сделать там отображение двух сторон полигонов. И тогда все будет видно со всех сторон. Если я правильно. Одно замечание, так делать не надо никогда. Если у вас в игре возникает ситуация, что вам нужно отобразить с двух сторон полигоны, то целесообразно не с двух сторон полигоны отображать, а сделать такую геометрию, в которой у вас будут два вида, то есть два треугольника. Один, который смотрит в одну сторону, другой, который смотрит в другую сторону, а еще перед выгрузкой их еще и смерджить. Чтобы у вас была реально с точки зрения CG-шного, ну, такого киношного производства, неправильная геометрия, что у вас в одном месте два полигона, которые смотрят в разную сторону, но зато Vertex у них будут одни и те же. Почему долго пускаться в подробности? Смысл в том, что это облегчает рендер. Прикольный трюк. Так, хорошо, давайте дальше. Роберт Баланар спрашивает. Из линейного motion-дизайнера, который делает кринж-креативы для маркетинга, можно ли попасть в геймдев? Можно, почему нет? Единственное, что надо понимать, что в геймдеве просто наслаивается огромный пласт под названием производительность и оптимизация. То есть все то, что ты производишь, на выходе должно не просто отобразиться на девайсе потребителя, как в кино. Оно должно там работать. И работать комфортно на разных конфигурациях. И чтобы оно работало, для этого собственно и существует техника лоратиста. Это одна из их задач оптимизации графики. И объяснить художникам, задача которых сделать, чтобы было красиво, объяснить художникам, как это их красиво делать, так, чтобы оно еще и запускалось нормально. То есть если ты начинающий, у тебя наверняка будет очень плотная работа с хорошим... То есть если в студии есть хороший ТА, то техника лоратиста, то он в обязательном порядке будет буквально за ручку вести новоприбовавших, допуская их потихонечку к телу игры, что сначала они делают какую-нибудь малозначительную периферию, которую он всю ревьюит сам глазами и по поводу каждого этого дает фидбэк, что чувак, здесь неправильные там полигоны, здесь там не так запечены нормал мапы, здесь что-то неправильная развертка и так далее. То есть за ручку будет человеку объяснять, и потом человек потихонечку, потихонечку хороший моделлер, он немножечко сам техника лоратист, чуть-чуть. Он должен понимать, как оно потом в игре рендерится. Поэтому да, более чем возможно, но держи в уме, что это просто возникает целый пласт трудностей, с которыми тебе придется иметь дело. Да, ну и я от себя давалю, что я знаю несколько лично мошен-дизайнеров, которые перешли в геймдев. Ну, единственное, что нужно понимать некоторые трудности текущего момента исторического, с этим связанные. Так, Ая Ае спрашивает. Стандартный рендер, чем отличается от Redshift или Octana? Если речь про мантры, то мантра на процессоре считает, вот, и, соответственно, она может считать какие-то супер-гигантские сцены для кино, но при этом считает их очень медленно. А Redshift и Octane считают на видеокартах, но, соответственно, объем сцен в чем-то ограничен. Да, есть свои дополнительные ограничения, связанные с тем, что они могут красиво отрендерить. Например, Redshift там не умеет красиво рендерить дым. Ну, точно не так красиво, как мантра. Вот. А в целом, да, в основном это... Просто они на разных... на разном оборудовании это делают. Так, Борис Дмитриенко спрашивает, что такое PDG? PDG, посмотрите наш стрим буквально через один назад. Назывался PDG для рендера. Там Дима Крепаков как раз это объясняет. Так, 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 так. Ага. Остров говорит, здорово, утром будем посмотреть. Отлично. Ну все, у нас вопросы закончились. Мы можем продолжать. Redshift можно добавить тоже? Да, конечно. Раньше у меня все ассеты... Я вообще сам с бэкграундом с рендерменовским. То есть я начинал осваивать шейдинг тогда, когда рендермен рулил всем, вот в те бородатые годы. Для меня было огромным достижением, когда с выходом в Валли они внедрили геометрические шейдеры в рендермене. Это было вау. Я застал вот тот период, я тогда на рендермене рендерил. И несмотря на всю свою рендерменовскую, свой рендерменовский бэкграунд, у меня было очень тяжело, приходило мне осознание того, что эпоха сменилась и сейчас у нас всем рулит Redshift. Почему? Потому что никакие плюшечки процессорных рендеров, какими бы они ни были, не могут оправдать одну простую вещь скоростью. За счет того, что у тебя видеокарта массивно параллельная, ты... Да, мантра удобная, да. Но вот у меня получилось так, что у меня предыдущие мои итерации запикаторов, они как раз работали на мантровском бэйке. То есть они через мантру запекали. В современных версиях оказалось проще полностью перейти на Redshift, а запикаторы сделать вообще через коп. То есть не трогать мантру, вообще к ней дорожение не притрагиваться, просто потому что скорость. Вот. Так, добавились еще вопросики. Bivrex спрашивает, а в чем именно происходит ускорение рендера при двух развернутых полигонах, в отличие от Double Side Shader? Если коротко. Если коротко. Если они сделаны именно так, как я сказал, что у них потом перед экспортом смерджены идентичные вертексы, то у вас эффективно количество вертексов то же самое, а рендерить видюха на определенном этапе после отработки вертексного шейдера на этапе растеризации, она сможет очень большое количество полиугольников откинуть. Все те, которые отвернуты от нас. Те треугольники, которые были бы в Mesh, в котором ты включил галочку двухсторонний рендер, они все равно будут отрендерены. Просто поверх них будет, ну как бы... Ну да, смысл в том, что у тебя могут быть откинуты треугольники при том подходе, который я описал. Плюс зачастую у тебя геометрия, в ней есть куски, которые точно находятся внутри. Например, стандартный сценарий магичка и плащ. Вот плащ у нее двухсторонний, а сама магичка внутри, все ее тело, ты никогда не можешь ее внутрь заглянуть. Поэтому имеет смысл просто у плаща сдублировать Mesh, свелдить вертексы сами с собой, и получится там двойные полигоны будут конкретно для плаща, а вся остальная магичка, она там очень много полигонов отсечется на рендере за счет того, что там нету ничего такого. Угу. Так, прикольно. Джен Энти спрашивает. Вопрос. А что еще приходилось печь в текстуры, Mesh, UV, Normal, AO, Metallic, вертексные анимации, покраску, маски под день-ночь? Уже упоминали. Что еще? Какие еще дополнительные штуки нужно было печь в текстуры? Два, значит, замечания. И у меня сейчас запланировано показать три ассета, но вообще у меня есть четвертый, просто я боюсь, что мы до него можем не дойти за время стрима. У меня есть там, короче, для запекания у меня куча всего. Важно в запекании, сейчас я, то есть ты можешь по идее любые маски передавать. Зачастую в реальном геймдев-продакшене бывает такое, что тебе нужно что-то передать нестандартное. То есть, например, разбить диффуз на два куска и запечь их друг от друга отдельно. Что вот у тебя печется основная заливка, а тут у нас, допустим, плащ магички, который можно перекрашивать. Мы печем его, то есть у нас просто две текстуры на выходе. Одна только с плащом, другая со всем остальным. И такое в рамках стандартных запекаторов всяких разных ты сделать не можешь, поэтому тут Гудини помогает. У него есть возможность печь разные вещи. Какие вообще могут быть запечены? Честно говоря, обширного списка нет. Ну, например, зачастую для имитации subsurface scattering под поверхностного рассеивания тебе нужно запекать thickness map. Это как бы вывернутое АО с вывернутым цветом. То есть там, где впадинки внутри, там будет белое, в остальных местах будет черное. То есть если на руку посмотреть, вот кончики пальцев будут белыми. Ладошка будет чуть темнее. А середина руки будет еще темнее. Вот это вот thickness map так выглядит. Всякие там карты производных бывают нужны для нормы map, но это в сложном шейдинге. Ну, давай двигаться дальше. Вопросы, в принципе, закончились, чтобы все успеть. Давай. Дальше у нас по списку с этой сцены, я, соответственно, ее закрываю, чтобы освободить память, потому что мы сейчас поймем, почему. Гудини, конечно, прекрасный, но есть у него свои загвоздочки. Следующая итерация, по сути, этого же самого ассета, это когда у нас в игре появилось желание сделать... Ой, нет, он нажал. Иди сюда. Появилось желание сделать в игре деревья. Причем потом их получилось сделать анимированными, и когда это получилось сделать, я трижды переключился левой пяткой через правое плечо, восхваляя Гудини, потому что если бы не Гудини, мне бы не удалось этого сделать, что, я не знаю, видно сейчас или не видно в стриме, они немножечко так колышатся. Это получилось сделать исключительно из-за того, какой мы пайплайн выбрали изначально, а именно, что у нас реальная 3D-геометрия, мы ее рендерим в Гудини, мы ее автоматически выгружаем в каком-надо формате, если надо, что-то в середине делаем, вклиниваемся. Как у нас были сделаны деревья. Возьму, сейчас открою какую-нибудь сцену. Ни разу, конечно же, не видно, что я заранее подготовил эту сцену. Давай пока грузится Гудини, быстро отвечу на вопрос. Ninefold спрашивает, насколько важен Python в Гудини. Ну, я считаю, что он, смотря для кого, да, то есть если Python, он про автоматизацию, то есть с помощью Python вы можете читать внешние файлы, какие-то текстовые файлы, вы можете создавать новые ноты, вы можете их соединять. То есть это автоматизация каких-то процессов. В Python можно работать с геометрией, но, на мой взгляд, гораздо удобнее работать с геометрией в Vexe и гораздо быстрее. Вот, то есть, в принципе, это важная штука, но он скорее на поздних более этапах знакомства с программой, как мне кажется. Может быть, ты что-то добавишь? Добавлю. У меня во всех практически моих ассетах используется Python, но у меня есть четкое разделение. Всегда, когда я работаю с геометрией и с какими угодно вычислительно нагруженными делами, я это делаю на Vexe, даже если на Vexe будет написать, ну, дольше, неудобнее и так далее. Но всякую подготовку предварительную я делаю в Python. То есть у меня стандартно идет как бы ассет внутри, у него в двух частях все всегда состоит. Что я, допустим, mesh подготавливаю в стандартизированном виде, и вот подготавливаю я это все Python. Python смотрю, какие там есть атрибуты, если что, удаляю, то есть составляю списки всех этих атрибутов, какие там нужны. И далее по списку. Если ты TA, то тебе нужны и Python, и Vexe. К сожалению, суровая правда жизни такова. Ты не сможешь выбрать один из них, тебе нужно будет и то, и другое. Ну, я думаю, мы ответили. Давай двигаться дальше. Да. На определенном этапе было решено сделать деревья. У нас как раз тогда появился новый ArtLit, и он хотел иметь максимальный artistic control. Он предлагал вообще все делать в ZBrush'е и потом рендерить. Когда он мне выдал один такой mesh в ZBrush'е, я немножечко выпал в осадок от количества полигонов и так далее, а еще больше в осадок выпал Redshift, когда попытался это проживать. Поэтому пришлось немножечко доработать Pipeline. Что мы получили в итоге? Мне на сторону Goudini отдаются три вещи. Мне отдаётся, где она у нас родимая, хай-полечка, такая вот хай-полечка за скульпченные ZBrush'е с каким-нибудь более-менее адекватным Vertex Count'ом. В хай-полечке, как видно, есть такие нарисованные маски, просто в Vertex Color'ах, те области, откуда потом должны расти листья. И к ней есть лоу-полечка, тоже сгенерённые в ZBrush'е автоматом. Какая-то там, неважно какая, у нас пробел 5, какая-то там кривая косая, какая угодно развертка, плевать, что она не оптимизированная, главное, чтобы оно у нас отрендерилось. И на эту самую развертку какую угодно художница у нас нарисовала текстуры, и это всё надо как-то дело отрендерить. Мы изначально, то есть стало понятно, что для того, чтобы оно красиво отрендерилось, в Redshift'у надо передавать не Normal-мапы, а настоящий дисплейсмент. Соответственно, этот настоящий дисплейсмент надо откуда-то получить. И после изыскания мы поняли, что EZBrush и Marmoset, они выдают в каком-то не том формате. То у них проблемы там с цветовыми пространствами, то у них там не настоящий флот 32 бита, а, допустим, интовый формат, который не очень очевиден, но на самом деле это хуже, это меньше данных передаётся. То у них откламплены эти оказывались дисплейсы. В результате я решил, что бог с ними, я просто сделаю запекание в Goudini, к тому же это уже была, чёрт знает какая по счёту, итерация запекатуры у меня. Вот. Что я в итоге забубенил? И почему запекание, я считаю, что нужно делать только в Goudini, больше ни в чём. Первый важный этап, который надо осознать у вас на рендере, когда вы рендерите, зачастую во всех современных рендерах, простите за тавтологию тройную, есть такая галочка Subdivide, которая на этапе уже рендера subdivided геометрию, и рендерит её вот такой. Соответственно, запекать такую карту дисплейсмента, которая отобразит разницу между лоу-полькой, вот как бы вот этой вот угловатой лоу-полькой. Давай-ка я вот это дело сейчас выключу, и включу вот так вот, шайдет варфрейм. Между вот такой вот лоу-полькой, у которой есть острые углы, и хай-полькой, которая вся такая гладенькая, это не совсем корректно, потому что после Subdivide поменяет свою форму лоу-полькой, и та разница, которая была сохранена, она будет некорректна. Соответственно, запекать надо как минимум на subdivision-ую лоу-полю, но тут возникает другая проблема. А как именно запекать? Потому что ты, если хоть раз сталкивался с запеканием, ты знаешь, это замечательный процесс поиска того трэш-холда, насколько надо сдвинуть лоу-полю, чтобы получился кейдж, который при этом в саму же лоу-полю с другой стороны не провалится. У меня в конечном счете под это был сделан просто мой набор ассетов, который позволяет это дело генерировать на уровне векса, пересекая все пересечения. Сейчас он мне, наверное, не позволяет. Давай вот я посмотрю. на смердженные вот здесь вот, допустим. В чем прикол? У меня ассет, используя вексовскую функцию, честно говоря, не помню, какую, можно сейчас посмотреть. Где-то здесь внутри оно вот у нас. Ну, короче, которая трейсит. Я просто стреляю лучиком в две стороны от полигона одного меша, в данном случае от лоу-польки. И стреляю туда и сюда. смотрю, с какой стороны ближе. И с помощью этого приснэпливаю к ближайшему полигону. То есть, у нас такая геометрия пришла. Вот я ее приснэпал в данном случае к хай-польке. А потом мне нужно сделать так, чтобы оно как бы заовсетилось наружу, но не настолько, чтобы провалилось в геометрию с другой стороны. Поэтому опять же стреляю лучиком. Если нашел пересечение, то просто сдвигаю не до самого упора, а чуть меньше. И получаю... Ну, вот оно уже уехало. Это надо смотреть, короче, вот здесь вот. И получаю вот такой вот разодранный, сломанный меш. Но если посмотреть его с разных сторон, то можно увидеть, что он ни в одной точке, ни в одном сложном месте не проваливается обратно в хай-польку с другой стороны. Таким образом, мы получили криво-косо выглядящий внешне, но с технической точки зрения идеальный кейдж, который позволяет запечь... Ну, то есть, у нас при запекании важно, чтобы луч стреляемый от одной геометрии, летя в хай-польку, пролетал через лоу-польку и, в общем, попадал. Важно, чтобы он не начинался из хай-польки же, иначе возникну там паразитное запекание. Это великая проблема, которую многие просто фотошопят, потом руками вычищают. А когда ты работаешь в Гудине, ты можешь изготовить такие вот инструменты, которые это, собственно, сделают. И вот, собственно, у меня автоматически, ну, полуавтоматически изготавливается из хай-польки сабдевайженной соответствующей ей кейдж. Это дело улетает в мой собственный запекатор, который сделан по образу и подобию того запекатора, который есть в Гудине, как он, Game Development to Set, сейчас его переименовали, как он называется? Стас, скажи. Лабс. Да, в Гудине Лабс. Там есть, я его просто расковырял и нашел, собственно, ядро. У любого осета всегда есть такое сердце. Главное добраться до него, что весь осет может представлять здоровенную вермишель из нот. Вот здесь вот кошмар, какие-то форы, члупы, какое-то вот что-то здесь творится, еще какие-то сабнеты, в которых, черт пойми, что происходит. Что-то в них постоянно происходит, они же для чего-то нужны, но страшно. На самом деле, вся магия запекания происходит, если я сейчас сделаю вот это вот, к вопросу о том, нужен ли питон. Вот здесь есть одна нода, вот эта вот одна нода, которая делает буквально следующее. Видно ли сейчас код? Да, я думаю, видно, да. Это нода, которая в сопе, которая запускает питоновский код в тот момент, когда она видима. Поэтому я сейчас сознательно не ставлю на ней дисплей флаг, потому что, если я это нажму, начнется бейк. Что она делает? Она очищает кэши композные, она проходится там по разным кнопкам и, по сути, их нажимает за нас. Дальше у нас есть в коп-контексте уже, собственно, весь композ. Сейчас я дойду до него, как он работает, но для того, чтобы до него дойти, надо посмотреть, что сверху происходит. У нас прилетает наша вот лополь, здесь она все вычищается, у меня тут куча питоновского, куча питоновского кода, который вынесен в параметры, на вот здесь лучше будет смотреть. То есть он подготавливает те самые служебные данные, я их все подготавливаю питону, у меня обычно есть такая нода парамс в каждом моем ассете, которая все подготавливает уже в том виде, в котором я буду это скармливать всем остальным нодам. Централизованно в одном месте и тут каждый фиолетовый, это вот, собственно, питон. Он приводит, что у нас есть меж хай-поли, у нас есть меж лоу-поли, у нас есть кейдж, если его нет, то она здесь же его подготовит этими всеми свечами. В общем, вот сюда вот у нас уже прилетает геометрия, здесь у нас есть лоу-полечка, в которой в атрибутах тв-ради кейдж-п, ну, то есть позиция кейджа. А здесь у нас хай-полечка, у которой тоже лишь те атрибуты, которые нам нужны. Плюс там кое-какие данные о юдимах, все вот это неважно. Смысл в том, что сюда у нас прилетела геометрия готовую уже под печку. А дальше форич лупом для каждого юдима мы просто проходимся, выполняем относительно простые вещи. Удаляем лишние атрибуты, удаляем лишние группы, подготавливаем тангенциальное пространство правильное. О том, какие бывают тангенциальные пространства, можно погуглить или опять же заглянуть на стрим, который был недавно на моем твиче, где был Стас. Сейчас я на этом останавливаться не буду. И вот, собственно, выдает нам нулик, в котором уже все как надо. У нас вот здесь геометрия как нам надо, там разбито, видно, что швы в ней появились по увишкам. Разбита она для того, чтобы вот это вот было. Ну, то есть, чтобы мы могли развернуть меш, именно меш. А в другой ноде у нас есть тут вот хайполечка, которая прилетела для того, чтобы ее пекли. и уже в самом копнете есть замечательный, прекрасный гоп-коп. Всем рекомендую. Если кто не знает, воп-коп это в копе, коп это композный контекст, в копе запускать векс. И это, по сути, дает нам возможность на этапе композа лезть в сцену и в сцене что-то делать. В частности, что делает вот эта вот нода? Она, тут есть несколько воповых нод, как вы видите, но самая главная функция, которая в них есть, если залезть в самое нутро и докопаться, вот она. Это uvsample. Вексовская команда, которая позволяет найти в... Сейчас я это попробую. Найти значение атрибута в определенной увишке. То есть, если мы скажем, что наш дорогой uvsample в геометрии low-poly найди, пожалуйста, атрибут, который называется uv и прочитай его значение вот в таком-то значении, в такой-то позиции, она нам это выплюнет. Будет понятнее, если я картинку покажу. У нас здесь как бы горизонтальный градиент, но не совсем. Как бы вертикальный градиент, но не совсем. И еще в синем канале какая-то билиберда. это uv координаты, но uv координаты такие, что мы для каждого пикселя смотрим значение максимально, то есть, самого краешка развертки. Если я сейчас нажму вот здесь, где у нас была ты родимая, иди сюда, здесь вот нажму пробел 5, и мы еще раз посмотрим, что вот у нас есть такая вот форма, какая-то загогулина, а теперь переключимся на composite view, то мы увидим некоторые сходства у них в форме. Вот эти все острые линии, вот эти, это те места, где два deletion сталкиваются. Deletion это как бы растянутое наружу, то есть вот крайний пиксель здесь будет продублирован, крайний пиксель здесь будет продублирован, и в тех местах, где отсюда и отсюда пересекутся пиксели продублированные, будет такая видимая, вот здесь где-то она, вот здесь где-то она, видимая линия. Мы, прочитав в копии с помощью вот этого вот функции, прочитав служебное значение атрибута, служебный атрибут на самом деле, я специально подготовил атрибут, у которого u и v, но в третьем значении u и v я просто запихиваю айдишник полигона. Зачем это нужно? Затем, чтобы потом у нас у меша, у каждого полигона была совершенно точно уникальная uv, трехмерная просто. И потом уже по этому атрибуту, когда я его получил, вот здесь вот uv, служебный, я уже потом по нему могу прочитать той же самой командой с high poly, slow poly, любое другое значение в копии. Соответственно, зная, это у нас high poly, а здесь мы получаем позицию и нормаль на high poly. Сейчас он у меня прогрузится, и у нас помимо uv, который вот здесь у нас был, uv, lp, 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 ну то есть позиция low poly, позиция нормаль на low poly, здесь у нас к этому добавляется то же самое, но еще позиция high poly. Вот она. И по сути мы произвели запекание в копии. То есть у нас уже есть эта текстура, дальше по нетворку просто не происходит какая-то обработка. То есть очевидно, что если мы вычтем из одной другой и возьмем длину вектора, то мы посчитаем displace. Если у нас есть в текстурном, то есть в формате кадра, если у нас есть уже текстура с позициями low poly, текстура с позициями high poly, то мы банальным вычитанием из одного другого получаем текстуру вектора дисплейсмента, взяв от него длину, мы получаем скалярную карту дисплейсмента. И как нетрудно заметить, здесь нет ни одного артефакта, ну то есть нет вот этих паразитных кусков. Ты знаешь, как выглядят паразитные куски запекания? Ну ты расскажи, расскажи. А у меня, к сожалению, сейчас нет под рукой примера, когда у тебя на вот это вот место попадает кусок того меша, который здесь быть не должен. Обычно это происходит из-за того, что у тебя неправильно подобран кейдж. То есть если у тебя кейдж начал стреляться, вернемся вот в наш вот этот вот уровень и посмотрим вот сюда. Ах, гуденечка родной, что же ты делаешь со мной? Если бы у нас здесь, особенно в этом месте это часто может произойти, ты видишь, как здесь кейдж загибается за счет того, что он у нас смуфнутый и так далее, он может это сделать. Если бы у нас кейдж был подобран не столь оптимально, у нас вот этот вот кусок, вот этот вот кусок кейджа, который двигался откуда-то отсюда, он мог бы провалиться вот сюда. И в сложных случаях, здесь относительно простая форма, но в сложных случаях на вот эту часть хайполи запеклась бы вот эта часть хайполи. Отсюда и вылазят все эти паразитные дряни. Но если их на карте нормали еще можно как-то руками подправить, и там на запеченной карте альбедо, то на технических картах, на всяких, в том числе, например, на карте векторного дисплейсмента, или просто хотя бы на банальной карте дисплейсмента, ты увидишь, что оно какое-то неправильно, но ты же не сможешь кисточку нарисовать там то нужное значение, которое там должно было быть. Поэтому секрет в том, чтобы изначально была изготовлена правильно кейдж. И за счет того, что он у нас здесь правильно изготовлен, у нас на этапе бейка оно все правильно улетает. Короче, все, что я могу сейчас подсказать, не погружаясь глубоко в алгоритм того, как оно работает, и не описывая код, это запомните функцию uvsample, посмотрите, что она делает. Для ее работы хорошей, нужен специальный служебный атрибут, который берет ваши увишки, но в третий компонент запихивает айдишник полигона, который вы просто округляете к флоту. То есть у вас буквально значение этого третьего компонента. Если мы посмотрим у нас лоу-поле, у нас в ней полигонов, сколько полигонов? Сглаженных. 219 тысяч 0.08. Я не помню, то ли я нормализую этот третий компонент, то ли не нормализую. Но вот здесь, если мы посмотрим третий компонент, давай вернись сюда, UVW, и сделать вот так вот, только по синему каналу. У нас самый яркий будет Apple. Не удалось, короче, проиллюстрировать. Короче, берете увишки, запихиваете в третий компонент айдишник полигона, и потом первым делом считываете этот UVW. Зачем? Затем, чтобы однозначно каждый пиксель сопоставить не просто UV пространство, но и конкретном полигону в UV пространстве, с которого мы потом хотим это дело перезапечь, и уже далее, используя вот этот служебный UVW атрибут, перепекаете все, что вы хотите. Вы можете далее считать с хайпольки ее позицию, вы можете с хайпольки считать позицию кейджа, она здесь где-то должна была быть. Я, возможно, ее не читаю, я, возможно, сразу это в вектор запихиваю. ЛПП, ЛПН, возможно, это в ЛПН просто запихнуто. Где-то там оно дальше идет, и, пользуясь этими данными, вы можете из сцены выдергивать все, что угодно. Вы можете лучики стрелять трейсом, где-то у меня хайполь запекается. Основной код здесь где-то должен быть, который делает интерсект. Через интерсект я потом, соответственно, беру, стреляю в хайполику с позиции кейджа в направлении трейс-дирекшн. Как получаем, мы вычитаем из кейджа позицию лоу-поли и там немножечко помножаем, чтобы оно сквозь лоу-поли тоже могло пролететь. Передаем там, где это нашу вишка, откуда мы это делаем, ну и, в общем, далее по списку. Этзапикатор, который я сделал сам, не очень, наверное, понятно, зачем я его сделал. Понятно, зачем я его сделал или нет? Ну вот, на самом деле, ты можешь сейчас как раз объяснить, зачем. Ну, то есть, я так понимаю, что у вас будет много моделей приходить на вход. Да, нам нужно было какой-то централизованный такой штук, чтобы у нас вот это вот запекание делалось малой кровью. Потому что нам, я не помню, почему не подошел стандартный встроенный в Гудине. Что-то мне не понравилось из того, как именно он это делает. Нам совсем не понравилось то, как у нас делает, как его, Marmoset и ZBrush, потому что они просто в каком-то извращенском формате это дело выгружали, там еще какие-то непонятные множители вылазили, то есть совсем плохо было. Нам нужно было получить прям вот настоящий, хороший, правильный дисплейсмент. А если вы работали с дисплейсментом, вы понимаете, что важно, чтобы сама текстура дисплейсмента была в том же цветовом пространстве, в котором оно читается. В случае Гудини, поскольку у нас везде все линейное цветовое пространство, соответственно, и рендерить нам нужно в линейке. Когда у вас ZBrush выгружает в SRGB, вам потом надо либо в шейдере это как-то дотвикивать, либо, ну короче, неудобно. В случае с Юнитёвом, я сейчас честно не вспомню что, но мне что-то не понравилось в том, какие карты на выходе производятся. То есть мне вот это вот мое, я помню, что был какой-то затык в использовании вот этого моего сглаженного, сабдивайдиного лоу-поля. На самом деле не принципиально для чего, потому что если вы будете работать в геймдеве, у вас стопудово возникнут какие-то такие причины, сейчас я их не могу вспомнить, но они однозначно возникнут, по которым вы не сможете пользоваться готовыми инструментами. Либо вы сможете, но с каким-то, знаете, извратом. И хорошее решение в данном случае будет взять такой 3D-редактор, который позволяет сделать свой инструмент запекания. И, к счастью, нам гудинь это сделать позволяет. Я просто показал, как именно был имплементирован мой. Нам было важно получить вот эту вот карту хейта, нам было важно, чтобы это было для сглаженной лоу-польки, и, соответственно, чтобы создавался кейдж по сглаженной лоу-польке, который не получится сделать из обычного кейджа просто сглаживанием, потому что там уедут все айдишники полигонов, устанавливать соответствие между одним и другим, это боль будет. Ответил на твой вопрос или не ответил? Да, я думал, ответил. Давай буквально два вопроса, пока далеко не убежали. Давай. Из чата. Так, Сергей Шевченко спрашивает, часто ли для ассетов приходится писать свой viewer state, и насколько важно уметь этим пользоваться? Что такое viewer state? А viewer state в Python, вот в последней 18-й версии появилось, то, что это хендлы во вьюпорте, которые можно с помощью viewer state прокидывать внутри ассета. Ну, то есть вот эти вот таскалки всякие, я знаю, что они есть не только в 18-м, они и в 17-м тоже есть, просто я их ни разу не использовал. Для наших задач, где у нас практически все было композное, то есть я вам сейчас показываю, я не показал создание ни одной модельки. У нас есть модельки, которые создавались, но они технические, смысл их показывать я не вижу. Там мерз для партиклов, например, и что. Нам это ни разу не потребовалось, я знаю, что это делается в старых версиях, где они тоже, но мне не переходилось нигде. Это зависит от задачи. Если ты руками собираешь какой-нибудь ассет, который делает здание, ну, было бы неплохо иметь такую штучку, которая позволит тебе нарисовать аутлайн здания, какой-нибудь этот квадратик, и чтобы из него ассет полностью построил это самое здание. Было бы удобно. У нас такие вещи решаются просто input-мешами. То есть мы стандартными гудинскими средствами в каком-то таком стандартном виде подготавливаем input-меши, а уж как они созданы, дело 25-е. Для них могут быть свои инструменты. Так, Джен Энти спрашивает, а что было бы, если бы ствол был затайлен? Ну, то есть UV-шки, например, на нем были бы затайлены. Очень хороший вопрос. И правильный ответ на этот вопрос – это очень хороший вопрос. потому что, когда у тебя что-то затайлено, то получается, что ты это печь не можешь. Там надо искать какие-то другие решения. Если у тебя на этапе печки оказывается такое, что тебе нужно запекать затайленные текстуры, значит, скорее всего, ты делаешь что-то неправильное. Тебе не нужно запекать затайленные текстуры на арбитр-геометрии. Затайленные текстуры надо печь на квадрат. У нас… А, кстати, если мы дойдем до этого, последний пример, который я не уверен, влезет или нет, он как раз про затайленные текстуры на весь экран, на весь квадрат. Там у нас тоже как бы печка происходит. Хорошо. Так, посмотрим. И Кром еще спрашивает, а заэкспортить из Гудини кейджи, использовать его в мормосете имеет смысл? Возможно, имеет. Но смотри, какое дело. Прелесть Гудини в том, что ты собрал нетворк и безо всяких телодвижений дальнейших у тебя обычно все делается в одну кнопку. Ну, то есть вот у меня я эту сцену один раз для одного дерева собрал, я потом накопировал для всяких деревьев. Да, я понимаю, не очень процедурненько, но тоже можно. У них весь костяк общий у всех. Отличается только то, что я вот залажу вот этот сабнет, потвикал буквально пару параметров для того, чтобы подогнать, как там надо выбрать какие-то рэш-холды, чтобы получился правильный кейдж. И здесь же нажал одну волшебную кнопку bake. Всякий раз, когда ты интродюсишь любое звено сцепления, это звено для потенциальной ошибки. Моя как бы глубокая религиозная убежденность в том, что особенно в геймдеве, все, что может быть автоматизировано, должно быть автоматизировано. Никаких рутинных операций художник выполнять не должен, потому что человек склонен совершать ошибки. Поэтому технически можно выгрузить из гудини и запечь в армассете. Но моя позиция, уж если вы знаете гудини, пеките в гудини. Отлично сказано. Ну что, вопросы закончились, можно двигаться дальше. Можно двигаться дальше. Секунду, у нас буквально пошел донат от Genente 500 рублей просто за мою вредность. Никакая не вредность, отличные вопросы. Спасибо Genente за поддержку. Все, точно, можно двигаться. То есть я вот это показываю, возможно, сбивчиво излагаю. Если будут вопросы о том, зачем я это показываю, напрямую спрашивайте, потому что мне не совсем понятно, как оно со стороны звучит. Вроде бы я донес, что у нас был свой бейкер сделан. Примерно для чего он был сделан у нас, свой бейкер. Смысл в том, что мы упирались в ограничения нашей студии. У нас наш артлит делал красивенькие деревья, но он очень-очень-очень-очень не дружил с технической реализацией, вплоть до того, что у него зачастую он не выдавал лоуполька и хайполька, они просто не совпадают друг с другом. Да даже если здесь посмотреть. Лоуполька у него, я не знаю, каким образом выгружалась, но иди сюда. Видно, что... Так, тут не очень... Вот местами видно. Местами у нас хайполька выше лоупольки, а местами лоуполька выше хайпольки. Они постоянно друг к другу проваливаются. И почему так? Потому что такого сценария, который я здесь показываю, что у нас хайполька сильно-сильно окутывает, то есть она над лоуполькой, а рядом в соседнем месте то же самое, но наоборот, такого по идее быть не должно, такого надо быть по рукам, но в нашем случае оказалось проще мне все автоматом починить, в том числе поэтому был сделан свой запикатор. Вторая волшебная штуковина, которая спас меня просто гудини, это листья, которые изначально наш классный артлин делал. Он их в забраши же и нафигачил. Ты, наверное, представляешь себе, какой поликаунт у дерева, у которого листья были сделаны в забраши. Не оптимизировано, ничего. Прекрасно. Рендериться оно, конечно же, не могло. Кстати, это одна из причин, почему мне нужно было сделать свой запикатор, потому что нужна была именно хорошая, чистенькая, ровненькая хейтмапа, чтобы именно она уходила на рендер со сглаженной хайполей. В определенный момент я посмотрел на то, что он делает, сказал, так, чувак, давай я просто соберу тестовый осет тебе и покажу, как оно в гудине будет это листья делать. Первый прототип у меня занял больше, чем я планировал, это у меня частая проблема была. Я как-то недооцениваю сроки, это бывает. Но он получился, и в итоге артлит был доволен. В частности, это удовлетворило его хотелку, я хочу 100-500 миллионов миллиардов итераций делать. У артлитов бывает такая вредная привычка, то есть они не могут сказать принят контент или не принят контент до тех пор, пока они не увидят его в финальном виде в игре. То есть все итерации должен пройти осет, прежде чем он будет принят. И, соответственно, для того, чтобы он был принят, требуется переделывать работу много-много-много раз. Чтобы хоть как-то нивелировать вот эту переделку, если вы можете вместо того, чтобы руками расставлять листики на дереве, сделать это более-менее процедурненько, тут как бы сам Бог велел. Я насобачил вот такой вот осетик, сейчас он проработает, проработал, который делает примитивнейшую совершенную вещь. Тут тот единственный пример, где я сегодня за стрим покажу собственно процедурную генерацию геометрии. Залазим внутрь. Как обычно у меня бывает, крохотный нетворк. Работает он следующим образом. Давай-ка мы возьмем ему и сделаем вот этот нам потребуется. Простым скатером раскидываем точки в тех областях, где у нас художник нарисовал маску. Немножечко там кое-какие атрибуты нормалайзим и генерим всякие служебные атрибуты дальше. Затем по этим точкам просто рассаживаем линии разной длины с генеренным по этим самым атрибутам. Эти самые линии, мы им высчитываем коэффициенты гравитации, которые дальше нужны будут. По тематике не важно, как это делается. Важно, что мы рассчитали все для того, чтобы без симуляций сымитировать, как листья загнутся от гравитации. Загибаем их. Как вы видите, это произошло в одно включение, а не симуляции. И это еще одна из штук, которая была требована от нашего Мартлида, потому что он не понимал, как это симулить листья, «Зачем? Надо, чтобы я нажал кнопку, и мне он выдал новый, другой, финальный вариант». Причем, чтобы это сразу, конечно же, сработало. Поэтому вариант симуляции отпал просто сразу. Оказалось проще мне вексом в недрах вот этого нетворка, где у нас там небольшой, коротенький векс-код, я даже не буду сейчас погружаться в него. Смысл в том, что он берет и просто по физике загибает линии. Мы потом по этим линиям высчитываем тангенциальный базис, все ведь знают, что такое тангенциальный базис, надеюсь. Это такой базис, который одним самым вектором смотрит вдоль линии, другим самым вектором смотрит перпендикулярно к искривлению линии. То есть, ну вот здесь вот видно, в принципе, что у нас наружу смотрят нормалечки, а красный U-вектор, он смотрит вдоль линии. Имея эти данные, мы можем немножечко подисторсить это все дело. Ну, в принципе, порандомизировать. То есть, я там их вращал, наклонял, там служебные атрибуты внутри рассчитываются, которые чуть позже покажу, что делают. Так, 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 так. Не очень видно. Давайте-ка я призумлюсь, где это было. Максимальная дистория сюда дала. Пандемизация во все поля. Святое правило Гудини. То есть, у нас была вот такая вот форма. За счет того, что у меня есть тангенциальное пространство, я могу здесь вот подисторсить по какому-нибудь простенькому наизу и вынести туда, наружу, на морду осета, где он у меня, лифс, вот ты родной, вынести всякие вот такие вот дисторсилки, которые могут простыми относительно ползунками задавать коэффициент горизонтальной вертикальной дисторсии. Давай-ка я это дело покажу. Типа, если мы сейчас это дело увеличим, вон как листья раздербанило. Давай, не настолько брутально, а чуть-чуть поменьше. Ну, то есть, смысл в том, что вдоль линии мы можем наизом погнуть линию в плоскости листа и перпендикулярно к плоскости листа это дает какую-никакую детализацию. Вот. Пошаманили, подисплейсили, где оно у нас, посчитали, неважно. Разредюсили количество листиков. Это сделать в задбраши точно не получится. То есть, у меня реальная геометрия, которая была на стадии, с которой я работал, она вот такая, а перед построением уже, собственно, формы листа я сильно это дело уменьшаю, чтобы не было много-много вертексов и создаю форму по вот таким на set вынесенным простым градиентикам. То есть, мы задаем форму листа, где у нас width, не вижу width, distort, size, gravity, basic, shape, scatter. Где-то здесь она была, эта форма. А, вот, Меш, вот у нас толщина листика, такое сечение. Там еще всякие атрибуты тоже, насколько мы сильно дисторсим вдоль формы листа. Стандартный, совершенно генератор, абсолютно ничем непримечательный. Примечательно то, что я его сделал полностью аналитически. То есть, он без симуляции мне считает форму листиков. Да, у них получаются вот такие вот пересечения. Но в нашей игре, когда игрок видит с вот такой вот высоты, он эти пересечения листиков не увидит. Поэтому, черт с ним. Золотое правило геймдева, если можешь не париться, не парься. И, собственно, вот, match current definition таким макаром подготавливается листва к деревьям. Там задаются им все нужные атрибуты. А дальше врубается уже знакомый нам network, который я показал выше. Вот это вот знакомая нода с вот этими всеми ползунками, которая это все дело рендерит в стандартном виде. Соответственно, я сейчас включу, что она там рендерит. Рендерит она у нас вот это вот. Причем у нас, разумеется, есть asset, в который залочено освещение, где оно там у нас, вот factory lights наше замечательное. У нас все освещение в отдельном осете, вот у нас стандартные параметры рендера, и в нашем любимом стандартном виде, который я показывал выше, со всеми этими выгрузками и так далее выгружается дерево. Но это один, это то место, при котором мне потребовалось допилить этот asset и сделать выгрузку в, то есть выгрузку промежуточного результата. То есть, ты, конечно, все сделай, все закомпуйся, от рендери трам-пам-пам, с нашими стандартными всеми этими делами. Но дай-ка мне, пожалуйста, гудинскую радку. Рад это формат текстур в гудине, который как EXR, но еще сохраняет мипмапы и за счет этого позволяет быстро читать текстуры в копе. Короче, как EXR-ка. Выгрузить мне EXR-ку, с которой я потом могу кое-что дело пошаманить. Сейчас я могу сделать паузу, и мы на вопросы поотвечаем, прежде чем покажу, как именно пошаманить перед тем, как она в игру попадает. Отлично. Так, Сергей Шевченко спрашивает, получается, для такого запекания нужно обязательно иметь развертку хай-поли? В нашем случае как было сделано? Я от хай-поли брал только позиции и нормали, а текстуры рисовались уже сразу на лоу-поле. Художница наша, кстати, да, важное замечание, я сейчас все это показываю, но надо отдать должное, наша игра так охренительно не выглядела бы без двух людей. Это наша художница и наш моделлер. Художница у нас Тамара Никопишко, кто ее будет нанимать, поздравляю, это человек, который прошел через меня. И моделлер это Георгий Черкезия, Геочерк. Это люди, которые сделали вот это вот. Мои инструменты безусловно им помогли, но красота игры не была бы возможна без правильной команды. Поэтому мы сейчас говорим о всех этих инструментах, которые я делаю, но держим в уме, что правильным инструментам нужен еще правильный контент. Это короткое лирическое отступление. Про что я отвечал, в общем? Про развертка хай-поли. Развертка хай-поли. Соответственно, наша художница, это самая Тамара Никопишко, она рисовала в сабстанте текстуры этих деревьев для той вот этой вот кривой развертки, которая была сделана на лоу-поли. Где у нас лоу-поли? Где у нас ее развертка? Промил 5. Вот это вот ее развертка. Для вот этой вот развертки она просто в сабстанте нарисовала там какие-то более-менее она просто глазами нарисовала штрихи вот этих вот... Где у нас здесь? вот эти вот штрихи, она просто по сути руками как там на шаманил, я не знаю, как именно она это сделала смысл в том, что она это сделала на лоупольке у лоупольки по-любому должны быть увешки у хайпольки в нашем случае увешек не было, потому что мы с хайпольки реально забирали только форму то есть нормал мапу и дисплейсмент поскольку у нас это был рендер в редшифт нам и нормал мапа была не нужна мы забирали только дисплейсмент и в таком раскладе нет, нам не нужны увешки на хайпольке Сергей, это наверное к этому же вопросу, и это нужно лишь для того чтобы временно хранить данные из геометрии можно ли сразу забирать эти данные при запечке и не использовать хайпольный UV ну вот я только что ответил не обязательно это делать так, ну все в общем вопросов нет, только комментарий по поводу того, что лид был у вас веселый и в принципе можно двигаться дальше он был классным художником но с техническим пониманием у льда было было со мной несколько, некоторые столкновения вот, так что мы выносим из этого всего пункт первый отлаженный вот такой вот нетворк позволяет быстро запекать на потоке важное на потоке потому что я сейчас показывал наши вот эти вот деревицы это может не бросаться в глаза но здесь этих вариантов дерева дохрена точнее, чтобы сказать у нас здесь 20 вариантов одного дерева, которые я вам показывал а помимо этого дерева у нас еще есть раз, два, три, четыре, пять пять других 20 помножаем на 5 сколько получается? 100 100 вариантов деревьев вы попробуйте руками запекать 100 вариантов деревьев проблема геймдева в том, что там все как бы проблем он оскейл там все, всего надо много и соответственно, если бы это все делали руками у нас бы в основное время выходило на все эти лишние клики каждый лишний клик вы его просто помножаете на 20 помножаете на 100 и поймете, сколько это времени отнимает так, соответственно наши главные плюсы того, что мы сейчас вынесли у нас запекание относительно простое я здесь вот просто когда это запекал я листал эти все деревья простите, что сейчас вам все это двоится я это вырублю обратно вот я просто их листал для каждого из них подгонял плюс-минус кейдж когда их подогнал я знаю, что у меня для всех них запечется в нужном формате правильная хейтмапа поэтому я просто нажимал кнопку render ну в данном случае bake оно улетало и для всех для них понасохраняло хейтмапы я настроил на парочке из них листья вот эти вот наши замечательные листья давайте кэш возьмем потому что, чтобы он не это а нет, тут конечно хрен с ним давай настроил на одном листе посмотрел, как оно выглядит на парочке других вроде норм, бог с ним замечательно закэшировал и потом просто в моем ассете который тоже делает это все пакетно отрендерил их все в нашем стандартном виде что он там нужное разрешение как надо все берет вот 20 вариантов есть у нас 20 вариантов таких деревьев 20 вариантов всяких и так далее и тому подобное эти как-то деревья потом еще в игре отрисовать надо и кто знаком с геймдевом знает страшное слово дракол под дракол на каждое дерево не вариант поэтому неплохо было бы как-то все эти деревья уложить на один атлас что вот у нас деревья для такого-то биома в данном случае у нас зеленый биом я показываю это стартовая локация игры что для зеленого биома у нас используются везде одни и те же деревья соответственно ну надо как-то это дело перепечь то есть мы мало того что все это отрендерили и запекли теперь нам надо все это еще и перепечь так, чтобы оно все в атласе оказалось и для этого давайте открою другую Houdini сцену нет, эту пока ставим тоже тоже то место где Houdini просто засиял есть такая метода при изготовлении спрайтов когда вы рисуете спрайтовый аутлайн вот такой примерно меш который форму обводит по прозрачным местам давайте уберу wireframe чтобы было видно создает вот такой вот меш плюс, как нетрудно заметить здесь я еще зачем-то подоплодил вот тут вертексов нахрена, казалось бы а было это сделано для того чтобы добавить на деревья анимацию ту самую что вот эти вот покачивания они сделаны за счет банального движения вертексов если я сейчас в world поднимусь иди сюда и вернусь сюда и сделаю вот так вот видно, что вся эта анимация достигается просто за счет шейдерного шейдерной дисторсии вертексов небольшой если сила ветра небольшая если покачивание небольшое то этого примитивного достаточно эффекта достаточно для того чтобы сымитировать покачивание деревьев на ветру соответственно как это было сделано я в определенный момент просто запилил волшебный сказочный осет здесь у меня опять же происходит какая-то подготовка данных неважно какая важно, что она происходит питоном по сути я запихиваю в detail атрибуты какую-то информацию если мы откроем и посмотрим, что там за информация в detail атрибутах то в принципе понятно я подготавливаю массивчики которые позволят мне работать что вот у меня все деревья которые будут на атлас уложены они у меня лежат в папочках flatland3big flatland3drive flatland3mid и так далее по списку вот эти вот все которые у нас там в рендере получились вот эти вот все которые у нас получились каждый из них там результат final row лежит вот она раточка наша замечательная ее можно открыть ну или нет вот rnd вот rnd по-моему не уверен, что можно ну в общем где-то из них там вот 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 они отрендерены лежат себе у них там есть вот что-то там у них есть что-то у них там еще есть diffuse есть неважно что-то у них там есть он это дело все берет и опять же for each loop проходится по вот этим подготовленным данным то есть для каждой папки с деревьями он проходится по всем деревьям а то сколько деревьев у нас в каждой папке где-то из этих атрибутов зашиты я уже честно говоря не помню где именно но сейчас нам это и не важно важно в том что у нас здесь вот он опять же почистил копы залазим внутрь так мне там игра упала похоже бог с ним здесь у нас врубается еще один такой махонький ассетик внутри for each loop который буквально по всем деревьям проходится и подготавливает нужный готовый меш то есть у меня внутри for each loop отрабатывает ассет который все делает а что там внутри в ассете а вот что там внутри сперва он обычной гудинской нодой trace подготавливает мне для поданной картинки outline мы ее конвертим конечно в полигончики мы на нее конечно же накидываем текстурку чтобы мы могли просто видеть хотя бы плюс нам для анимации надо бы раскидать вертексы но не просто раскидать нам их желательно раскидать эффективно то есть в тех местах где у нас сильно вот мы сейчас смотрим на картинку но у нас поскольку это был рендер у нас для картинки для каждого цвета пикселя в смысле для прохода с цветами пикселя финальными зашеденными у нас также есть информация о том а вот этот пиксель он где в world где изначально был и из этих данных мы можем узнать вот этот пиксель он на какой высоте относительно земли находится и было бы неплохо чтобы корни у дерева они как бы не качаются а вот ветки у дерева они как бы качаются и соответственно нам бы как-то так меж построить чтобы у нас вот там где листики были вертексы там где земля вертексов не было плюс мы бы еще сами вертексы записали маску того насколько сильно они качаются а качаться они должны тем сильнее чем выше они находятся относительно земли собственно это мы и делаем где у нас там где у нас там где-то вот здесь мы сделали ремеш понаплодили просто много вертексов что-то здесь происходит я не уверен что на выходе мы эти вертексы на определенном этапе отсекаем лишние те где они нам не нужны smooth wire shaded вот он и уже вот этот вот меш у нас улетает как результат ассета плюс к тому поскольку я этот ассет писал сам у меня тут он выдает по сути меш в котором есть ювишки п но от этого никуда не деться материал который нам здесь чисто во вьюпорте рисует превью и хейт маска та самая золотая штука которая нам жизненно необходима если мне не изменяет память у нас хейт маска читается где-то вот здесь вот а если даже и нет то бог с ней мы можем сейчас просто взять и вот здесь вот пистонька сделать вот так вот и если мы сейчас вырубим отображение текстур и еще помножим наверное хейт маску на какой-то коэффициент большой типа 0.25 вот сам по себе контент с точки зрения технической когда он улетает в юнити он довольно простой это тупо меш где у нас это было это тупо меш с тупо текстурой которая читается и все но вся прелесть в том что помимо этого в самом меше записаны хитрые значения хейт маски и вот получить эту хейт маску это достаточно непростая ситуация попробуйте сделать что-нибудь такое в любом другом редакторе и вы поймете почему без гудини в частности в любых процедурных шейдерных вещах вообще не вариант вот эта маска она нужна но вы ее либо руками будете как-то рисовать либо как в моем случае прочитать ее с как его звать с текстуры давайте заглянем в эту самую текстуру которая у нас вот она читается у нас где-то там давайте сюда вот мы берем позицию мы позицию немножечко как-то вот модифицируем чтобы она стала более сглажена у нас же вертексов относительно немного в меше нам бы хорошо чтобы он читал какое-то такое среднее значение по области и уже по вот этой вот маске из зеленого канала мы по сути просто считываем этот самый зеленый канал в меш и вот она пожалуйста наша маска иди сюда не сюда а где ты вот сюда оп 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 это она по сути это делается для всех деревьев и на выходе мы получаем где же у нас кэш вот такое вот месиво из вертексов поскольку у нас все деревья строились в одном и том же месте у них у всех там можно посмотреть пробел 5 точно такие же увишки будут которые в точности соответствуют позиции дальше мы гудинскими средствами создаем уже атлас увишек как-то там его создаем пробел 5 если сюда вот нажать и посмотреть другую висет в атласе мы эти увишки просто раскладываем на атлас и имея геометрию имея увишки которые соответствуют секвенции картинок имея увишки которые уложили эту секвенцию на атлас мы это дело просто где у нас это вырубить обратно текстуру просто запекаем я честно говоря не помню как именно мы это запекаем но это не принципиально получили мы пытаюсь найти где оно превью покажет смуф шейдет точки мне вырубить не с той стороны что я смотрю а у меня это в этой сцене наверное не видно будет вертко есть перерыв заминка можно там что-нибудь да вопрос джанет спрашивает а как в лесу с тенями сортинг наложение на соседей и все такое это реализовано у нас уже в юнити у нас они просто в 2d сортируются по вектору то есть сейчас секундочку у нас жестко детерминировано что объект который где ты на этапе рендера объект который выше на экране он дальше и объект который правее он тоже дальше в юнити в project settings где-то есть сортинг сортинг вот custom sorting axis мы просто задали в проекте вот тут самые какие-то значения подобрали чтобы оно работало как нам надо и все то есть у нас по сути жестко определено что объект когда он смещается вправо он с точки зрения сортировки оказывается дальше когда он смещается вверх он тоже с точки зрения сортировки оказывается дальше и мы жестко задаем отдельные очереди рендера например вся земля у нас рендерится под всеми остальными зданиями ну и такое то есть всякие вот эти нашлепки они рисуются поверх земли это просто в sorting лаерах тут вот есть я хотел запустить открыть другую демодифицированную а вы тогда вопрос от меня а вы эту хайт-мапу печете в текстуру или на вертексе сейчас вот здесь то что я показывал какую именно хайт-мапу ты имеешь ввиду ну высоту вот этой которая которая отвечает за то как он будет двигаться вертекс сколько анимируется оно по вертекс то и пику я это делал по вертекс если бы ты был на пк можно было бы печь это попиксельно и делать дисторсию уже в пиксельном шейдере но это было бы сильно дороже поэтому просто реально в игре шейдером вертексным модифицируем сам меш по сути то есть ты выпечете как в цвет или куда в юнити может прилетать неограниченное количество ювисетов все данные которые ты передаешь в юнити через меш могут быть переданы через служебные ювисеты то есть у меня просто появляется второй ювисет одномерный который содержит исключительно маску вот эту вот понял хорошо так можем двигаться дальше у меня похоже я тут подготовил сцену но поскольку все завязано на относительные пути у меня все поломалось где-то здесь короче я не помню где должна быть отрисовка а я опять не ту сцену открыл а нет я тут блин я запутался не показывает короче почему-то сейчас мне уже запеченные деревицы с перепеченной на них текстурой где она должна быть где-то здесь точно должна быть не хотите он показывать но короче смысл в том что мы когда имеем секвенцию и мы подготовили вишечки то мы совершенно спокойно можем это дело перепечь и получить прогрузить вот такую вот красотулечку вот такую вот прелесть там еще отдельным каналом соответственно есть бейкет альфа вот это вот прекрасное наше замечательное разумеется в том же самом виде где у нас листья поскольку я уже имплементировал способ через одну текстуру передавать в юнити свечение ребята захотели чтобы у нас деревья светились ну и вот они у нас замечательно можно заметить что опак на самом деле не опак а серенький 50% вот я нажму и вот он 0.5 а полностью непрозрачное только то что непрозрачное и еще при этом светится деревья как видно здесь перевернуты кучей разных способов почему потому что в гудине это можно значительно плотнее уложить чем вы сможете это сделать в юнити и соответственно в игру уже у нас прилетает если я сейчас выберу наше деревце любое я сказал выберу юнити и найду его материал бэмс то уже здесь видно как выглядит атлас вот такой вот наш закодированный который опять же у нас раскодируется шейдером это относительно дешевая операция и меши тоже из гудини выгружаются все вот эти которые я подготовил ой нет он нажал вот вот такая метода которая позволила за счет гуди сделать в игре анимированные деревья и при этом не плодить огромные спрайт атлас потому что как можно было это сделать иначе можно было просто в гудине отрендерить анимированные деревья прямо вот отрендерить их и для каждого дерева получить секвенцию спрайтиков спойлер в фактории именно так и сделано проблема в том что факторио на пк а мы на мобилках и именно поэтому факторишные подходы нам зачастую не подходили и именно поэтому я например глубоко убежден что факторио прямо настоящая никогда не выйдет на мобилках она технически не влезет им придется полностью переделывать то как у них все рендерится а это не вариант совершенно вот я не смог сожжать а скажи как вы упаковывали спрайты через UV layout или как-то по-хитрому нет просто гудинским вот этим как его звать ты имеешь ввиду программу UV layout или ноду да через нее где-то у меня Atlas UV то есть он нас вот здесь берет он поскейлил у меня то есть вот у нас входит mesh мы запоминаем какая позиция была он поскейлил каждый спрайтик чтобы он был пропорционален его разрешению ну то что логично что если у тебя маленький пенечек то он и должен на текстуре занимать меньше места чем большое дерево он поскейлил и тупо вот если сейчас пробел 5 и мы посмотрим на наверное вот сюда как бэмс то есть мы ему это дело подготовили он в одно включение это дело все упаковал то есть вообще никакой хитрости здесь нет когда он это все нам упаковал у нас есть получается исходные UV у нас есть теперь заатласированные UV у нас есть позиция которая соответствует по сути исходным UV мы это можем все по отдельности превратить в секвенцию я не помню где-то там на каком-то этапе у меня вот это вот сейчас оно все сделано по принципу как это то ли примитив то ли поинт атрибута который индицирует айдишникам каждое дерево но там в конце где-то там в конце это дело все разбирается на секвенцию и выгружается ну вот точно оно здесь выгружается а ну вот собственно и вот мы получили я сказал получили а да за счет того что мы в гудине чтобы рандомизировать фазы я еще один служебный атрибут завел и если два одинаковых дерева рядом поставить чтобы они не двигались совсем одинаково я сделал по несколько вариантов каждого визуально дерева где он там то есть мы вот сейчас видим что я листаю с первого по восьмой вроде дерева одно и то же а на самом деле нет у них там в меше в одном из атрибутов я правда не помню в каком но в каком-то полагаю в v2 это где-то должно быть ну вот смотрим видишь меняется вот здесь вот циферка от 0 до 1 такой рандомизатор который оффсетит фазы чтобы когда ну то есть чтобы при том же количестве контента выглядело будто бы у нас контента в игру реально запихнуто больше поскольку меши почти ничего не весят а текстуры много весят сделать много мешей в которых чуть-чуть отличается один кусочек и оно шейдером этот кусочек как-то будет использовать чтобы их визуально уже в рентайме изменить это почти ничего не стоит соответственно вот оно у меня здесь секвенция вот так вот выгружается уже все целиком полностью эти уже берут свою картинку с общего атласа если мы посмотрим как у них выглядят вишки я сказал посмотрим вот мы видим что вот они лежат на одном и висете те самые наши прелести которые были ранее где-то там вот они были но вишках по названию виатлас вот это вот все так методу объяснил как мы это все выгружали объяснил как оно использует объяснил вроде бы я все по этой части объяснил есть ли какие-то пауза может делать вопросы так давай посмотрим Сергей Шевченко спрашивает можно ли дисплейсить разные инстансы одного объекта шейдером по-разному в одном кадре или инстансы такого не позволят не позволяют делать еще раз прочитай пожалуйста весь вопрос помедленнее можно ли дисплейсить разные инстансы одного объекта шейдером по-разному в одном кадре или инстансы такого не позволят да можно если ты вот то что я сейчас держим в уме мы в мобилках мы исходили с того что у нас на платформе игрока, инстансинга нет. Поэтому я реально просто подготовил по 8 копий одного и того же меша, в котором меняется просто один вертексный атрибут. Технически того же самого, если у вас есть инстансинг, можно добиться, если просто вынести на параметр материала ползунок, который называется рандомайзер. И его просто хоть для каждого инстансина вообще свое значение задавать, не вопрос. Поскольку мы в мобилках, у нас такой опции не было, поэтому я выбрал second best thing. Я просто изначально подготовил несколько меш, и в которых сам меш зашит вот этот вот типа зарандомайзенный параметр. Что если рандомно выбирается один из восьми вариантов, то там прилетит либо 0,3, либо 0,1, либо там ну сколько-то, по 10 по-моему я их сделал. Оно от 0 до единицы меняется, там 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 и далее по списку. Так что ответ на вопрос да, можно, но мы этого сделать не могли, потому что платформа. Так, Максим Максим спрашивает, как насчет блендера? Там тоже сейчас геометрические ноды, или он еще не дотягивает до Гудини? Неплохо бы сделать какое-то сравнение. Что ты думаешь про блендер? Смотри, я ни разу не погружался в блендер основательно. Все разы, когда я на него натыкался, я видел, что not bad, вот этот вот мем про Обаму, not bad, но проблема в том, что not bad и production ready это разные вещи. То есть это неплохо, но если поставить рядом в сравнении гудинский инструментарий нодовый и любой другой редактор, просто любой, это сравнение неба и земли. Формально осеты в гудинском понимании, они есть как бы и в мае. Но кто хоть раз пробовал ими пользоваться, понимает, что нет, их в мае нету. Примерно такой же сценарий с блендером, только блендер значительно лучше, чем мае. Но все равно сильно уступает Гудини. Всякий раз, когда я их по конкретно своей задаче сравнивал, у меня всякий раз получилось, что простите, ребят, нет, блендер все еще не вырос. Так, Игдрасилс спрашивает, можно ли сказать, что сделав упор на изучение гудини, в будущем окажешься в большем выигрыше в сравнении с изучением софта для традиционного моделирования? Можно ответить? Да. У меня вообще, я планировал провести целый стрим на эту тему. Сейчас в индустрии острый дефицит технических художников. Острый дефицит. Чтобы вы понимали, насколько он острый, в крупных ААА проектах, в Final Fantasy последняя, которая выходила, в билд попадают модели на 2 миллиона полигонов. Эта штука категорически неприемлемая. Это факап уровня «мы выпустили сырой билд». Если оно попало в билд, это может произойти только по одной простой причине. В студии был катастрофический дефицит техникал-артистов. Техникал-артисты работают сейчас преимущественно в Гудине. Вы можете посмотреть, на GDC конференция была с Человеком-пауком, разбирали, как там рендерится. Условно, Человек-паук, который вышел изначально на PlayStation, а сейчас он на кросс-платформе выходит. Если бы не Гудине, он бы в принципе не вышел. То есть настолько там все завязано на гудинский инструментарий. Кстати, заодно это очень хорошее для тех, кто не знаком с Гудиной, иллюстрация того, что вообще такое это ваша процедурность. Потому что там показано, как целый город строится процедурникой. Если вы не знакомы, обязательно посмотрите. Поэтому короткий вывод. Сейчас, если вы хотите быть стопудово обеспеченной профессией на ближайшее время, имеет смысл пойти в техникал-артисты. Проблема в чем? Это профессия, требующая очень большой глубины знаний. Все, что я вам сейчас показываю обзорно, у этого всего внутри, под капотом есть имплементация. Все эти штучки, которые я показываю ползунками, у меня там под капотом, где-то здесь, я не знаю, где в этой веренице нод, у меня внутри используются низкоуровневые ноды, в которых по полторы тысячи строчек кода на вексе и еще по полторы тысячи строчек кода на питоне. И это не потому, что я рукожопописать компактно не умею, а потому что там сложные математические вещи, которые вот за пять минут не объяснить. Это одна из причин, почему я сегодня не налезу в код. Поэтому да, имеет смысл осваивать Гудини, да, востребованность в техникал-артистах высокая, более того, есть дрифт. Потихонечку индустрия принимает за стандарт, что художник в принципе должен уметь работать с Гудини. Что ты, если моделлер, и ты в глаза Гудини не видел, ну чувак, ты нам не очень нужен, потому что ты создашь больше проблем, чем решишь. Поэтому, безусловно, если вы можете себя перебороть и освоить Гудини, который поначалу отпугивает, зато потом открывает колоссальные возможности, сделайте это. Отличный ответ. Так, Джен Энти говорит, в Unreal есть Custom Data, в нее можно писать float или вектор для каждого инстанса, а в материале использовать Custom Data как параметр. Ну да, оно есть в разных движках, так или иначе, можно инстансы немножко менять. Для всех движков такая возможна функция, да. Да, и Джен Энти говорит, что может быть там техникал-артистов не было вообще. Запростость возможна ситуация. подумать, да, ну ладно, простим, да. Да, ну в принципе это все вопросы, мы можем двигаться. Так, я следующее, что сейчас мне быстренько открою Discord на телефоне, чтобы больше уже ничего не палить. Пролистаю, что я хотел третье показать, потому что после деревьев я хотел вам показать. Опять, видимо, заминка, пока я листаю. Есть ли что-нибудь куда-нибудь? Донатов там, может, какие-нибудь? Донатов, а что-то нету, кстати, донатов. А что нету донатов, ребята? Да, ребят, как-то это... Делайте донаты, не делайте всего остального. Земля, мы дошли до земли. Да, прости. Сколько у нас времени уже идет стрим? Уже почти два часа. Готов ли ты сделать стрим больше, чем на два часа? И, наверное, имеет смысл спросить чатик, готов ли он сидеть, потому что то, что я сейчас собираюсь показать, это классная штуковина, но я это за пять минут точно не объясню. На это потребуется полчаса. Мы час спрашивать не будем, им придется. Вот так. Я готов. Демократия у вас, я рад. Мы закрываем, и сейчас мне точно потребуются оперативы, поэтому мы все инстанции Гуди не закрываем, заодно и Юнити. Ну, хотя бы плей отожмем. Земля. Зря я отожрал плей, надо было показать. У нас в игре, вы ни на что не поверите, в игре про строительство, про стратегии, в ней надо рисовать землю. Никогда никто с такой проблемой не сталкивался, правда же? А где у нас там, где у нас там все игровые объекты? Давай. Юнити сказала бум. Весело, задорно. Она сказала мне плохо, чувак. Меня не выкинуло? Не, не, все в порядке. Окей, хорошо. Мы смотрим, как ты перезагружаешься. Перезапускаемся, да. И морально готовимся, морально готовимся. А где это у меня было? Сойл я открою. Юнити, а? Что-то мне как-то не нравится. Не, он стартует. Он типа стартует. Он даже стартанул. Ура. Так. Так. Замаксимизм-ка мы это дело. Вот. У нас в игре, кто бы мог подумать, есть земля, на которой все мы на свои постройки строим. И было бы неплохо, чтобы земля как-то выглядела привлекательно. То, что вы сейчас видите, это я не знаю, какая по счету итурация. Это тот подход, на котором в итоге остановились. У нас было несколько вариантов. Я пытался сделать типа процедурную землю шейдером. Но в итоге я втихаря позаимствовал технику, которая была использована в самой фактории, но существенно ее доработал. Не знаю, видно ли вам сейчас, но вообще-то земля имеет несколько разных видов покрытий. Есть жиденькая травочка, есть более густая травочка, есть травочка проплешная, мы где-то, мы сейчас, наверное, ее сможем здесь найти. Нет, не сможем. Есть такая травка, которая под деревьями растет. Есть вообще даже ни разу не травка. И эти все вещи надо как-то рисовать. Возникает проблема. Тут вылазит очевидное решение тупо затайлить текстуру, ну то есть вот у меня есть покрытие вот этого вот камня, просто затайлить его на все расстояние и вперед в рот и в ноги. Но если приглядеться, то можно заметить, что что-то как-то тайлов не видно. Ну то есть вроде как они должны быть, потому что мы же не могли запихать 150 текстур в разрешении 16к каждая. Но при этом как-то тайлов не очень видно. Куда бы мы ни приблизились, глазами можно поискать, но однозначно найти это дело не получится. Не буду дальше ломать комедию и устроить интригу, расскажу, как мы это сделали. В принципе уже видно секрет. У нас земля разбивается на квады и в подавляющем большинстве квадов, кроме переходных, у нас рисуется просто одна какая-то текстура. Все эти текстуры уложены на огроменный атлас. Если я сделаю Ctrl-H к вопросу об избыточном рендере, и мы видим, что у нас с каждого покрытия есть по несколько вариантов. У нас есть такая земля с травкой, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. По восемь вариантов каждого покрытия у нас есть, и вот все варианты покрытия, которые у нас присутствуют. Плюс, поскольку у нас все эти варианты получены через настоящий рендер, то у нас есть карта высоты, но не в пространстве камеры, а как оно относительно ground play, на какую высоту, то есть от черного и белого к текстуру. Если мы посмотрим на нее, рядом я вот открою два варианта, что у нас вот есть Ctrl-H, вот эти вот травинки, а на соседнем Ctrl-H, эти же травинки в виде хейтмапа видно или нихрена не видно? Давай раз, два, три, четыре, пять. Видно-видно, да, все хорошо. Давай-ка я в самый вверх вот так вот смещусь и сделаю... Если можешь, останавливайся, пожалуйста, ненадолго, я просто смотрю через стрим, там немного пикселит все это, если ты быстро двигаешься. Я сейчас подберу кадр и как бы вот TDMs, вот у нас травка. Вот у нас она же хейтмапа, просто две текстуры. Цвет, хейтмапа, цвет, хейтмапа. А теперь о том, как это было сделано, потому что решение-то, вот я сейчас описал, предельно очевидное. Взять и сделать несколько вариантов каждого покрытия, но чтобы оно адекватно смотрелось в игре, я не знаю, видно ли сейчас здесь вайрфрейм, потому что у меня у самого там размером с пиксель буквально. вот в этих стыках текстуры должны быть затайлены. Причем не просто затайлены каждая из них, они должны быть затайлены так, чтобы каждая из них бесшовно тайлилась с каждой другой. То есть, что я имею в виду? Если я возьму один кусок, у нас с такими здоровенными патчами отрисовывается земля, если я возьму один кусок и подвигаю его немножечко, вот здесь все разъехалось. Видно, что нихрена все не бесшовно. Но когда оно стоит где было, оно выглядит, мне надо сейчас мышку теперь раскликнуть, я выключу вайрфрейм, к сожалению, я не могу юнитевую сетку выключить, или могу, могу. швов не видно. А так и видно. Ну так, здесь я не очень хороший кусок выбрал, потому что у меня чуть-чуть было, то я и это и воткнул. Здесь вот я могу показать, наверное, это дело лучше. BAMS. Смотрим вот на эту вот границу. BAMS. Если бы мы просто так это отрендерили, ну, было бы видно, что что-то не то. Но если оно все сделано правильно, то никаких... Да господи, я за сайта. Короче, просто, пожалуйста, поверите мне, что были бы видны проблемы, особенно они были видны при отдалении, если бы этого не делать. То есть у нас возникает какой-то нестандартный сценарий. Нам нужно как-то так их все затайлить, чтобы они не просто каждая текстура сама по себе была затайленная, но чтобы они еще и тайлились между друг другом. Очевидно, что у них должен быть общий патч. Давай я покажу результат и вы поймете, о чем я говорю. Если я возьму, допустим, MabDVOT, наш любименький, где у нас результат... маленькое разрешение. И медленно их сейчас полистаю. Обратите внимание на периметр. Нутро текстуры, серединка меняется, а периметр остается пиксель в пиксель неизменным. Это единственный способ, как вы можете воспользоваться этой методикой, которую я сейчас вот показал, что вы берете по несколько вариантов одного и того же покрытия и они у вас должны все друг друга втайлиться. Как это можно сделать? Вариантов два. Первое. Берем художника, сажаем художника на стул и говорим, вот тебе восемь вариантов, а теперь руками в фотошопчике сделай им затайливание. Он говорит, yes sir, и идет работать. Следующая итерация, когда наступает, художник на тебя смотрит большими квадратными глазами и говорит, что, еще раз? В общем, не очень это рабочий вариант. А как мы вспоминаем с нашим сказочным артледом, мы хотели весь результат видеть финально в игре. То есть мы не могли принять контент, пока мы его в игре финально не увидим. Соответственно, выгрузить так, чтобы оно было не затайлено, не очень считалось за решение. Надо было, чтобы оно всегда было как надо. Это вынудило меня собрать свой собственный осет, автоматический затайливатель, типовых текстур. И ровно его я сейчас собираюсь показать. Такой осет, который берет подготовленные от нашей художницы текстуры, она нарисовала PBR, это Albedo, Raphness и так далее, она их все в Substance подготовила. Он их автоматически затайливает и с нашим освещением автоматически отрендеривает, потом другой автоматически укладывает на Atlas, в общем, все автоматически. Есть только длительный процесс выгрузки, нажать рендер и пошел пить чай. Но в целом все автоматизировано. И каждая последующая итерация делалась с минимальной кровью. Как же я это собственно сделал? И вот здесь-то уже нам потребуется запускать тяжелую сцену. Я это покажу на примере того самого покрытия основного, которое вот у нас. Вот это вот. Одного из этих стандартных покрытий земляных, где земля с травкой. Там пока ничего не записали, а то у меня сейчас в Гудине стартовать будет. Так. Джанетти спрашивает. Насколько я понимаю, у вас нечестный PBR, поэтому мне интересно, как вы принимали текстуры по яркостям, по маскам и диффузу. Имеется в виду однородность ассетов. Была ли какая-то утилита актуальна для приемки аутсорса? У нас не было аутсорса. Просто не было. Мы все делали средствами студии. Художники изготавливали текстуры, а у меня на этапе рендера я просто шейдером жестко отклампливал. То есть, если художник нарисовал по какой-то причине и XR-ку мне выгрузил, в которой есть отрицательное значение в альбеде, он просто отклампится к черному, абсолютно черному. И если художник нарисовал пересвеченную текстуру альбеды, то он просто отклампится к белому. Это делается тупо шейдером. Насчет того, что единого, никакого PBR ворокфлова нет, так как бы я пользовался редшифтовым PBR шейдером. Вот в редшифте какой есть, стандартный, тем оно, собственно, и рендерилось. Просто у меня поверх этого был какой-то свой обвес, и я в итоге создал свой ассет с нашим вот единым, я сейчас его покажу, когда он запустится, с единым нашим материалом. Где-то он здесь был в шопнете. Вот у нас есть один стандартный мой редшифт-нетворк, и вот у нас... Нет, здесь нету, здесь я просто использую стандартный материал. А, это гран, потому что вот. Что-то я не могу понять, где оно у меня... В общем, где-то оно у меня есть. Я сейчас, к сожалению, это не... Могу найти... Тайл текст, чтобы... Тут один, в принципе, все. Где-то должен быть материал, но я его не вижу. А, он может в этом, в гео препаре. Нет. А. Да. Нет. Мы сейчас долго будем искать, где именно у меня накладывается шейдер. Ну, в общем, понятно, да. То есть, речь про расширшивший PBR. Так, N5E4 спрашивает. Какой паддинг необходим, если мы рендерим текстуру в два раза больше, чем потом используем? Паддинг, если имеется в виду паддинг у вишелов для атласинга, у вас не зависит от того, насколько много пикселей в исходной текстуре. Он у вас зависит от того, на каком мип-уровне у вас будет отрисовываться геометрия в игре. Если у вас, допустим, всегда геометрия настолько далеко, что на ваш объект выбирается та текстура, которая разрешение 128, то, соответственно, вам нужно делать такой паддинг, чтобы на разрешении 128 у вас между двумя шеллами было хотя бы полтора пикселя. Почему полтора? Сейчас не буду пускаться в детали, но смысл в том, что полтора, а не два и не один. Мы просто в свое время, когда это подготавливали, брали какой-то стандартный паддинг для всех наших сущностей. Если у нас это эффекты какие-нибудь... Нет, сейчас не очень... Ну, короче, да. Это зависит от того, в каком размере оно будет отрисовывано в игре. Так, ну давай, у тебя загрузилось, давай двигаться дальше. Да. Очень интересно, что там с землей. Факт 3-ground-бейкер. Соответственно, задача к чему сводилась? Вот мне художница наша, классная, замечательная. Я просто реально горд тем, что я работал с этими людьми. Это прям есть повод для гордости. Выгрузила мне текстуры. Она в собственности их подготовила. И вот они ни разу вообще от слова совсем не затайленные, но, 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 но они в огромном разрешении. Они, как видно, 2048 на 2048. Какой алгоритм у меня? Я из этого всего выбираю центральный кусок. Вот такой вот. На нулевом варианте, ну, то есть на самом первом варианте. Вернее так, я выбираю центральный кусок и выбираю патчик с краешку на нулевом варианте, который я на все кладу. Но кладу не просто так, а по-хитрому. Потому что в процессе выяснилось, что взять и просто по карте высот скроссфейдиться из одного варианта в другой нельзя. Потому что вот даже здесь видно на текстуре, что есть темные пятна, а есть светлые пятна в самой земле. И если так получится, что на одном варианте вместе стыка будет темное пятно, а в другом варианте будет светлое пятно, то в этом месте у вас возникает дилемма. Вы либо делаете жесткий переход по карте высот, то есть у вас резко земля перешла, пускай по какой-то неровной форме, но резко перешла из светлой в темную, либо у вас градиент перехода будет большим. А это еще хуже, потому что на отдалении тогда между текстурами будут видны швы. Я могу это дело сымитировать. У меня тут это проскальзывало, я думаю, даже вы это не увидели за счет того, что я это быстро промотал, но кое-где тут это было видно. Если я сейчас... Вот я глазами вижу, видите повторяющийся партерн? Вот здесь вот. Давайте еще приближусь. Вот этот вот закуточек повторяющийся, это стык между двумя тайлами. Я его старался делать максимально маленьким, но он все равно оставался. И он по определению должен быть на всех кусках. То есть желательно, чтобы он был максимально невыразительным, чтобы вот эти вот вертикальные линии в глаза не бросались. Я не знаю, видите ли вы их, но я просто эту текстуру настолько наизусть знаю, что я ее вижу глазами вот это вот. Тебе видно это? Ну, я вижу, да, пятнышки темные, регулярные. Я не знаю, насколько это на стриме видно. А это вот регулярность есть, и это плохо, потому что нам надо ломать всю эту регулярность. Там есть отдельные виды покрытия, с которыми совсем тяжело это давалось, на них прям очень хорошо это видно, но я сейчас их не вижу глазами. Да, не вижу глазами. Короче, у нас возникает дилемма. Мы не можем делать большой градиент перехода, потому что у нас тогда будут видны, у нас просто вот этот патч, он станет сильно больше, и будет сразу видно, что целый блоб копируется. Либо мы, и мы не можем его делать маленьким, потому что тогда возникнут резкие переходы, и опять же будет видно по контрасту повторяющиеся куски. Какое же, а, это еще не вся проблема. Это еще и не вся проблема, к тому же. Если обратить внимание на нашу сцену, то в ней есть камера, кто бы мог подумать, для рендера используется камера, и у камеры есть стандартное положение. И как видно, камера смотрит не строго сверху, камера смотрит под углом в 30 градусов, если брать от вертикали, в 60 градусов, если брать от горизонтали. Поэтому то, что попадает ей, даже если она ортогональная, в область кадра, это не квадрат, а прямоугольник. И значит, наша текстура, будучи нарисованной, ну как бы вот у нас нойз есть какой-то, который ни в каком направлении никак не растянут, нормальный такой нойз. У нас вот эта вот текстура, из нее эффективно, если я сейчас как бы преувеличу ситуацию, то у нас в нее попадает не квадрат вот такой, давай я изображу, вот наша текстура, в нее попадает не правильный квадрат, центральная четверть, а очень сильно преувеличена, вот такая вот хреновина. И как оказалось, ни в каких инструментах, которые позволяют затайлить не тайловую текстуру, не предусмотрен сценарий, когда у тебя текстура на выходе должна быть не квадратная. Сам сабстанс изначально, возможно, мы не нашли, потому что я сабстансом работал исключительно через вот эту нашу художницу, через Тамару. Она, как знала сабстанс, так мы, собственно, его и владели. Сам сабстанс работает с квадратными текстурами. И у тебя возникает два варианта. Вариант первый, ты рисуешь текстуру сплюснутой в расчете на то, что она потом будет растянута. Это геморрой адский. Это нужно в голове уме держать, что оно потом будет вертикально вот так вот растянуто. Или вариант другой, ты рисуешь квадрат, от которого потом избытки отрезаются. Но, к сожалению, встроенные инструменты сабстанса при затайливании делали как бы из квадратной текстуры квадратную же. А нам нужно взять прямоугольную область в центре, которая в результате станет затайленной текстурой. Эти все вещи собрались в такую большую сверхзадачу, которая звучала «Нам надо как-то рисовать земли, мы не знаем как». У нас может художница нарисовать охренительные красивые текстуры, но эта техника не заработает до тех пор, пока мы не сделаем собственный инструмент, который автоматически будет их затайливать. Так, собственно, и родилась та хридовина, которую я сейчас собираюсь вам показать. Давайте-ка это дело откроем. Пока от стравки мы абстрагируемся, пока будем говорить только про мой замечательный огромный ассет, работающий с затайливанием текстуры. У него на нем, на самом ассете, есть несколько этапов. Как, то есть параметры затайливания, тут всякие сложные слова, какое-то там вот FFT фигурирует, какие-то там степсы, что-то сейчас я до этого дойду, объясню. Но это достаточно большой этап, к счастью, все вынесено в несколько простых параметров, которые можно подобрать. И этап рендера, когда это все уже, собственно, затайлено, рендерится. Как оно затайливается? Поскольку у нас на вход поступают PBR-ные текстуры, среди которых есть в том числе хейтмапа, то мы можем на самом деле смешать текстуры по хейтмапе. Но давайте-ка посмотрим на собранный, допустим, но еще не очищенный вариант. Вот у нас эта альбедо прилетела в разрешении 2К. Мы в определенный момент поняли, что для красивости надо, чтобы альбедо была максимально одноцветная с нашей методой. И всякие затемнения, которые художники все равно делают даже на PBR-текстурах, целесообразно выносить на отдельный слой, который я назвал Colored Albedo, то есть он может быть цветной, который Colored AO, который кладется как обычное AO, но он может быть цветным. У нас у разных текстур он был разный, здесь он близкий к черному, но на самом деле он не черный, он в таких синеватых цветах, скорее всего. к нему собственно где у нас там AO? Собственно AO. Опять же, казалось бы, если вы используете хитмапу и как его звать, и PBR-ные текстуры, то никакие AO-шечки не нужны, но как оказалось для красоты, для сточности картинки, целесообразно, чтобы на этапе генерации текстур в Substance там была посчитана какая-то AO-шечка около процедурной тащище, какие-то там деталюшечки. Мы немножечко ломаем PBR, но как бы нам это помогает. В итоге все эти три карты просто помножаются. Это Albedo, Albedo AO цветная и AO черно-белая. К ним, естественно, есть стандартный Roughness, который зачастую просто, как видите, был банально кажется одним цветом, на самом деле, за счет того, что HDR-ная текстура, там внутри есть какая-то вариация, вот я показал. Возвращаем, как оно было. Стандартный металлик, тоже какой-то там маленькое значение, но опять же, в нем наверняка есть вариация. Нет, в данном случае просто металлик 0, потому что, ну, это земля, логично. И карта высот. Вы сейчас наверняка видите, что она серенькая, но давайте опять ее нормализуем и видим, что у нас действительно есть какая-то карта высот. Что бы нам хотелось? Мы вот сейчас смотрим на это и глазами видим, что существуют такие как бы холмики, и нам бы хотелось бы вот эти вот среднего размера холмики заталить друг в друга независимо от всех мелких деталей. Понятная мысль? Да, да, конечно. То есть, вот если у нас есть крупного масштаба какая-то такая вот фактура, то она должна бы быть заталена сама в себя, игнорируя, что там на мелком уровне может быть какое-то возвышение или углубление. И аналогично на мелком уровне камушки вот эти мелкие разбросанные, они должны заталиться, когда я говорю заталиться, я имею в виду как бы перейти с одного края на другой, думаю, понятно, что такое заталиться. Понятно же? Да, да, мне кажется, это ясно. Да, они должны заталиться друг в друга, опять же, игнорируя большие холмы. То есть, не должно быть такого, что у нас вот на этом крае текстуры, где-нибудь я сейчас найду место такое подходящее. Ну вот, например, на этом крае текстуры черный впадинк. А на этом крае у нас возвышение. Не должно быть такого, что исключительно за счет этого большого большой впадинки все эти камушки пропадут просто из-за того, что здесь все в возвышении. Нам надо бы как-то так их заталить, чтобы средние детали и большие детали талились сами в себя, а мелкие детали талились сами в себя, независимо. И потом все это обратно собиралось. Я не знаю, возможно, этот алгоритм существует уже где-то, но я когда это делал, я как обычно и заберел велосипед. Я вспомнил про то, как кодируется звук, вспомнил про FFT, Free Fourier Transform, и по сути сделал то же самое, только в 2D. Кто знаком со звукообработкой, сейчас уже сразу понял всю технику, я ее для себя назвал FFT-шный тайлинг, и возможно, это уже кем-то было придумано, но как-то по-другому называется. Не знаю. Что я делаю? Мы сейчас будем... Сейчас я control... Я забыл hotkey, у меня в голове hotkey unity, control B, все, вспомнил. Да. Путаются hotkey от разных софтов, иногда бывает такое. После базового чтения, где мы все это собрали, вы можете заметить, что у меня частенько нетворк рвется на null в копе, за которым следует чтение файла. Я вам открою страшную тайну. Чтение файла, который рендерит ровно вот это. Более того, у меня в ропе страшный ад. Если я сейчас в роп перейду, у меня этих нод композит, которые рендерят что-то, до жопы. Зачем? К сожалению, у Goudini есть дурная привычка. Он не выгружает ничего из памяти. От слова совсем. Как только у него начал выполняться коп, вот до самого конца он хранит всю историю всех изменений на всех нодах. В отличие от других композных софтов вроде Nuke, который по мере ненадобности выгружает сам из себя. И когда уж, если вот я, допустим, считаю вот это. Нам не нужно держать в голове все вот это. Я взял это, выгрузил. Если юзеру понадобилось, я вот когда он ткнул вот сюда вот, вот тогда я это снова прочитал из файла, который временно выгрузил на жесткий диск, а до тех пор я это в памяти не держу, и оно, соответственно, место не жет. К сожалению, Goudini этого не делает. Поэтому Goudini не годится для настоящего серьезного композа, но он годится для композа технического. Как я это решаю? Очень тупо. Сохраняю EXAR-ку, рендерю, читаю EXAR-ку. И методом тыка нахожу, в каком месте, после какого количества кэшей мне имеет смысл просто перезагружать Goudini. Я, к сожалению, открыл технику очищать кэши копа только когда делал свой сет для бейка, потому что в нем внутри это используется. Я это просто утянул из гудинского Goudini Lab, там они ровно это делают, ровно той питона ноды, которой я показывал, что вот она рендерит мне все копы и она же предварительно очищает коп кэши. К сожалению, когда я этот ассет делал, я этого не учел. Сейчас бы я, наверное, добавил, что можно было бы без перезапуска Goudini просто после каждого рендера этой ноды, чтобы она очищала кэш копов и следующая нода при выполнении соответственно читала все вот просто из этого файла и игнорируя весь предшествующий нитворк. Так или иначе, эти разбиения нужны, потому что даже при моих 32 гигабайтах оперативки, к сожалению, с большими текстурами здоровенный нитворк в Goudini не влазит и приходится дробить. Поэтому вот на эти вещи не обращайте внимания, это просто закэшированные определенные этапы. Что у нас есть? Вот у нас есть собранный иди сюда C и height, ну то есть цвет и высота. Здесь у нас прилетели все остальные каналы, потому что их можно друг в друга смешивать не настолько сложно, как эти. и у нас еще дополнительный detail mask использовалась для того, чтобы вот у меня художница индицировала мелкие деталюшечки, чтобы мне, в общем, оно нам понадобится на одном этапе, я покажу на каком. Когда мы все это получили и логически раздробили на три ветки, сам по себе алгоритм до безобразия просто. Мы берем текстуру и давайте я вам буду показывать на примере текстуры, которая да, это, моя нода, у меня полно моих нод, без которых я работать не могу, как полагаю, и всех. Я просто сейчас возьму какой-нибудь вот, хейт, да, и мы его нормализнем, вот. Что у нас есть? У нас есть вот такая вот, вот такая вот пробел h, shift h, карта высот с деталюшечками, со всеми делами. Что мы делаем? Мы разблюриваем ее, вот она, к сожалению, уехала вниз, но хорошо, вот она была, вот она же разблюренная. Видно? Со всеми этими стримовыми задержками. Вот. А потом мы ее разблюриную вычитаем из исходника. И на следующей итерации у нас останется хейт-мапа минус вот эти большие фактурные вещи. Сейчас мы ее разглюриваем с большим радиусом, я не помню, с каким-то, по-моему, в четверть изображения, ну, с каким-то достаточно большим радиусом. Держим в уме, что сейчас у нас эта текстура отображается, и на выходе у нас должно только центральное окошечко попасть в текстуру. То есть тут трудно путаться. Короче, UV-шки вот в этом углу не ноль, а вот в этом углу не единица. Вот здесь ноль. И вот здесь единица на выходе будет. Соответственно, если я правильно помню, я брал за четверть на первом итерации, то есть четверть финального разрешения, я разблюриваю и вычитаю. После вычитания, если посмотреть, оно очевидно, там мы серые вычисли, стало все очень темненько, но сейчас это нормализнуть. пока еще не очень сильно видна разница. Но если посмотреть на следующий этап, иди сюда, оп, у нас пропадают все меньше, как это, меньшие и меньшие детали. То есть второй уровень, третий уровень, сейчас я тоже подумаю, четвертый уровень вообще практически серые. Как нетрудно догадаться, мы просто рекурсивно проходимся и разблюриваем с разным радиусом. Поначалу мы блюрим с радиусом 0,5, 0,25 от финального изображения. Где он у нас был? Блин, опять нормализовать надо. То есть иди сюда. Вот. Вот. Все, да. То есть если у нас вот такая текстура, а на выходе у нас должен попасть вот такой квадрат, вот такой прямоугольник, сильно преувеличенный, то нам нужно как-то так поблюрить. То есть радиус блюра будет у меня вот такой, 0,25. Мы это поблюренное вычитаем, получили иди сюда. Получили более мелкую фактуру минус большие холмы. Тут в данной конкретной текстуре совсем больших холмов, которые распространяются на всю прям текстуру. То есть бывало такое, что в левом нижнем холм, в верхнем правом была впадинка. На таких текстурах вот этот первый этап такой ударил. На следующем этапе мы берем и с радиусом в два раза меньше, где у нас, это вот мы вычли его, вычли, это мы сейчас на цвет пришли, секундочку. И с радиусом в два раза меньше еще раз разблюриваем и еще раз вычитаем. Таким образом мы вычли сперва большие холмы, потом мы вычли холмы в два раза, ну то есть в четыре раза меньше, потом, если надо, холмы еще в четыре раза меньше. И так мы потихонечку приходим к тому, что мы по сути разбиваем всю нашу текстуру на несколько таких как бы гармоник. У нас есть высокочастотные, наоборот, низкочастотные большие блобы, чуть более высокочастотные холмики небольшие, еще более высокочастотные, допустим, сгустки камней, еще более высокочастотные отдельные камушки, так вплоть до отдельной травинки. И каждый из них мы заталиваем друг в друга независимо. саму математику я сейчас постараюсь обойти стороной, потому что она там не детская, но что мы получаем? Вот у нас пришла где у нас C, если мы сейчас это вырубим, как было. Иди сюда. Как видно, коли уж их ресайзю, ну, коль их разблюриваю, я уменьшаю разрешение, потому что нет смысла работать с разблюренным изображением в большом размере. Вот у нас такая вот карта получается на первом комплекте. На всех остальных неизбежно она будет центрирована вокруг ноля. То есть я сейчас буду когда переключаться, вы увидите, что они все какие-то очень темные. Сейчас если это сброшу обратно, как было, что-то на вся какая-то черная. Она на самом деле не черная. Если сейчас нажму и посмотрю на фактические значения, они просто центрированы вокруг ноля стали. Они сейчас меняются от минус ноль скольки-то до плюс ноль скольки-то. Причем скорее всего диапазон будет постоянно сужаться. Поэтому если мы это посмотрим в нормализованном виде, то у нас текстура альбедо на первом комплекте такая. Иди сюда. А второго комплекта у меня нету в данной конкретной текстуре. В данной конкретной текстуре у меня всего иди сюда shift-H раз, два. То есть два комплекта FFT и один финальный. В конечном счете мы на определенном этапе останавливаемся и говорим так, ладно, хватит. Больше вот это фрактально рекурсивно ты не разблюривай, не вычитай. Просто то, что мы на этом этапе остановились, мы это считаем максимально мелкой детализацией и вот уже ее затайливаем независимо саму в себя по карте высот, а все остальные, коли уж они такие поблюренные, кроссфейдом. То есть если у вас вот такая вот разблюренная текстура, где у нас Shift-H, иди сюда Shift-H, вы не увидите, что у вас вот здесь не по карте высот смешивания произошло, а по банальному кроссфейду, даже более того, это хорошо, что она произойдет по банальному кроссфейду, к краешку все вот эти большие впадинки, которые могли быть вот здесь, вот здесь, например, ты не видишь, наверное, лучше стало видно или нихрена не видно? Ну, я не знаю, как это на стриме выглядит, все-таки контраста мало, да, конечно. Блин, ну, просто текстура одноцветно-коричневая. Давай как-нибудь возьмем, вот, возьмем только один канал просто, вот ее. Она там, ну, понятно, что RGB-шная, но вот возьмем один канал. Мы видим, что вот здесь вот впадинка, а вот здесь вот бугорочек. Я не знаю, где конкретно пройдет граница отсечения по текстуре, но предположим, что вот ровно на месте этой впадинки здесь оказался вот этот бугорочек. За счет того, что мы делаем банальный кроссфейт, оно плавненько, хорошечно, вот эту вот впадинку в этот бугорочек здесь перейдет. Давай я это собственно и покажу. Он здесь у нас должен был, где у нас C, вот у нас нормализоваться, они как-то должны были к одному значению все ни хрена к сожалению не видно. Сейчас, 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 я найду, допустим, вот поэтому пойдем, глазами просто нормализнем. Вот он вот это когда затайливает, для каждого соответственно патча выбирается собственный радиус кроссфейда. Чем больше у нас был радиус плюра, тем больше радиус кроссфейда, спойлеры, они друг другу соответствуют. То есть, если у нас на 0.25 финальной текстуры был сделан блюр на нулевом грейде, вот на этом вот, то на 0.25 G и будет кроссфейд. Но мы будем смотреть не на нулевом, а на первом уровне вот здесь вот. То есть, здесь вот у нас сейчас должны сделать мы кроссфейд. Что делается? Вот у нас есть текстура, мы подготовили у нее 9 вариантов и нулевой используется исключительно для затайливания. Мы с него берем тот самый патч, который для всех вариантов этой текстуры должен быть одинаковым. Вот мы взяли этот вариант, первый кадр, там просто банальный таймфриз. Мы золочили, что мы берем всегда первый кадр, я вот сейчас листаю по таймлайну, видите, он не меняется. А если я возьму вот тут вот и полистаю по таймлайну, видите, оно переключается. так, мы его взяли, мы теперь к нему подготавливаем маску вот этого самого кроссфейда, который у нас будет дальше использован. Вот у нас по горизонтали затайливается по вот этой вот маске. Плюс нам его самого, нам нужно подготовить собственно сам патч, где-то он здесь вот готовится, мы берем, иди сюда, короче, мы делаем вот так вот. Что я тут сделал? Мы берем вот тот кусок, где-то вот здесь вот должна будет проходить граница кроссфейда, мы берем то ли с этой части, то ли с этой, я не помню, с этой, по-моему, мы берем и копируем этот кусок туда, плюс у нас есть маска, соответственно, что мы должны будем сделать? Мы в каждом последующем варианте должны здесь такой градиентик построить, а вот у нас уже есть эта линейная масочка, где у нас по краям берется вот наш этот подготовленный патч, который уже сам в себя затайлен, иди сюда, по краям справа и слева, где у нас копий, вот он, а в центре будет браться сама текстура, банальным блендом вот мы это делаем, и сейчас если я полистаю, видно, что центральная часть меняется, а боковушка остается той же самой, причем мы сразу видим то место, где у нас потом текстура закончится, то есть где-то вот здесь у нас будет края текстуры, если я призумлюсь, мы увидим, что совершенно органично выглядит CrossFade, как будто так текстура изначально и была сделана, за счет того, как мы ее получили, что мы ее получили блюром, так, ну, закономерно мы таким макаром затайливаем по горизонтали, откропываем, потом точно таким же макаром затайливаем по вертикали, откропываем, что мы получили? Мы получили Shift H, в данном комплекте, то есть в данной частотности, у нас есть вот все варианты, и у них краешки, что важно, пиксель в пиксель идентичные, они на самой-самой-самой границе, то есть вот здесь самый пиксель, каждый из комплектов будет идентичен, то есть там будет прямо один и тот же пиксель с точностью, соответственно, когда мы их все сложим потом, и результат тоже будет идентичным, у нас отдельно затайлен нулевой комплект, правда вам ни хрена не видно, потому что он очень однородный, это нормально, нулевой комплект, он должен быть очень разблюренным, и как следствие, ну видите, у него все, он всего 128 работает, у нас отдельно затайлен первый комплект, ну и в примере данной текстуры у нас отдельно потом затайлены все остатки, сейчас я знаю, где они затайлены у нас, вот они у нас, все остатки тоже отдельно затайлены, первые комплекты, которые FFT-шные, которые вот эти вот у нас, вот в этом вот натворке, где мы решили, что до определенного уровня мы доходим, а потом останавливаемся, иди сюда, вот, иди сюда, иди сюда, вот, они затайлены банальным кроссфейдом, ну то есть, один перетекает плавно в другой, а вот эти, вот эти самые мелкие деталюшечки, они уже используют карту высот, и тайлятся-то, собственно, по карте высот, то есть, мы видим, что травинки, они не просто по альфе пропадают, они погружаются в землю, камушки погружаются в землю, кое-где здесь-то получили, что камушки такие вот квадратные, это я потом уже подгонял параметры, подбирал то самое значение магической цифры, с которыми затайленная текстура смотрится лучше всего, ну и потом, когда мы все это сделали, закономерно, что у нас вот в этом нетворке, вернее, вот в этом нетворке, тащится цвет, и карта высот, плюс маски нормализации, которые я использовал, просто для того, чтобы облегчить вычисление, то есть, я на большом количестве этапов нормализовал текстуру, то есть растягивал ее, чтобы самый темный пиксель переводить к черному, самый светлый переводить к белому, и вот это вот. После того, как мы все это сделали, после того, как мы индивидуально затаяли разные комплекты, мы обратно собираем результат банальным сложением, и если у вас изначально текстура не была сильно контрастной, то мы получаем текстуру, в которой независимо друг от друга затаялины, иди сюда, ох, сейчас, ох, пыхтит, старается, давайте я уже за кэшерный результат возьму, то мы получим текстуру, которая независимо друг от друга затаялины разные комплекты. Ты ведь видишь глазами, что вот эти вот коричневые пятна большие затаялись друг в друга независимо, маленькие камушки затаялись друг в друга независимо друг от друга, ты это видишь глазами? Да, ну мне видно, я надеюсь, что на стриме тоже это видно. Окей, хорошо. Теперь понятно, зачем я разбивал карту Амбиент Оклюжен, потому что карта Амбиент Оклюжен, как оказалось, за счет того, что она содержит в себе самую мелкую фактуру, ее целесообразно через этот весь нетворк не прогонять, ее целесообразно смешить, тайлить так, как у меня тайлится самый последний деталевый комплект, то есть с самой мелкой детализацией. То же самое касается карты Roughness, то же самое касается карты Metallic, то есть все, кроме карты Высот и карты Альбедо целесообразно затайливать по самому мелкому вот этому комплекту, который там при затайливании использует карту Высот. Дай я все-таки покажу, чтобы было понятно, что я имею в виду. У меня готовится патч. Вот. Shift-A, чинить сюда. Вот. Crossfade на как бы последнем деталевом уровне он использует карту Высот, чтобы видишь такие вот здесь вот есть впадинки и в лазине, это он градиент рисует как бы по карте Высот, но добавляет, вернее так, градиент рисует как бы просто рампиком, но добавляет к нему карту Высот и на основе этого создает Crossfade. Ну, в общем, стандартная техника, вот здесь конкретно техника Dizzol повсеместно используется в GameDev, если вы столкнетесь просто как бы здесь Dizzol банальный, и по нему мы по сути Crossfade'емся из одного варианта в другой, вернее из варианта в патч, чтобы получить затайленный каждый конкретный вариант. Итого, мы затайлили отдельные комплекты вот здесь вот Альбеды и карты Высот, мы вот здесь вот затайлили все комплекты разом для остальных текстур, плюс последние комплекты самые детализированные на Альбеде и на карте Высот. Результат мы потом просто складываем, получаем финальную текстурочку, которая независимо сама от себя во всех своих вариантах имеет абсолютно одинаковый краешек, который затайлен. Я эту технику обозвал FFT-тайлинг, и соответственно те параметры, которые у меня на мой ассет вынесены, вот эти вот, степс, он говорит, после какого количества разблюриваний мы останавливаемся. Это методом тыка находится, ты просто глазами выясняешь, что размер деталюшечек такой вот, что оно лучше всего смешивается, когда мы считаем детальками все после определенного уровня разблюривания. Здесь оказалось, для этой конкретной текстуры оказалось, что лучше всего выглядит, когда сделать всего два разблюривания, а все остатки мы считаем деталевой картой, что собственно у меня здесь и сделано, что вот у нас первое разблюривание, второе разблюривание, которое из-за вычитания стало вокруг ноля, соответственно стало очень темным, и вот у нас все остатки. По сути, за три комплекта оно затарилось. Это все ядро данного ассета. Там трудно объяснять дальше вся конкретная математика, как именно оно смешивается, как маски получаются, но ядро в том, что мы разблюриваем, вычитаем, разблюриваем, вычитаем, разблюриваем, вычитаем, и каждый из этих этапов, независимо друг от друга, сам себя в кроссфейде. Где это может стать проблемой? Это может стать проблемой там, если у вас высоко контрастная изначальная текстура была. То есть, если бы они были ядовито-красными травинки на ядовито-зеленой земле, или давай наоборот, ядовито-зеленые травинки на ядовито-красной траве, то вот в месте кроссфейда там бы появились эти ореолы, причем непонятный, непонятного размера, они бы выглядели как glow, просто за счет того, как мы это делаем, мы это разблюриваем, вычитаем. Но, если у нас плюс-минус цвета одинаковые, как оказалось для нашей земли, они оказались плюс-минус одинаковые, если нет, то вам, наверное, просто имеет смысл разбить текстуру изначально на две текстуры с вторая с альфой, и их друг от друга независимо затейлить. Если мы это делаем, вот у нас оказалось, что для всех земель она работала, просто вот сработала. Если я сейчас полистаю финальные результаты, которые получились для нашей вот этой вот травку показывать, показывать не буду, soil нет, показывать не буду, кого-нибудь выберем, типа вот soil trampled, например. Edison, control O, вот оно. Середина меняется, а краешек в пиксель у всех одинаковый. если мы возьмем какой-нибудь Swamp Dry. Аж самая история. Середина меняется, а краешек совершенно у всех одинаковый. У нас плюс-минус одноцветные получились покрытия земли, но не везде. Если выбрать вот этот наш прекрасный, это болотный биом, это такая жижа. Ой, что я сделал? Что-то я сломал. Окей. Shift-Age. Так вот. Бэмс, 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 бэмс. Причем это затайлены именно текстуры на этапе текстур. Это не рендер затайлен. То есть оно у нас отренд, можно здесь заметить, что вот я приближусь специально к краешку. Это как-то гуляет блик. Как-то что-то гуляет. Это произошло ровно из-за того механизма тайлинга, который я объяснил, что разные комплекты по-разному смешались, но вот на самой границе они один в один одинаковые. Поэтому даже при таких небольших различиях оно между вариантами выглядит правильно. То есть мы видим, что общая-то фактура одинаковая, хотя тут есть большие вот такие вот пятна, и там зеленые пятна есть такие вот всякие. Короче, алгоритм понятен или он мозговыносящий? Ну, мне кажется, я понял, но вообще это очень круто и интересно сделано на самом деле. Вроде просто, да, но круто, круто. Кстати, мне кажется, в Substance Designer есть нода High Pass, она примерно то же самое делает, только без блюра. То есть она уравнивает разночастотные детали. Возможно, оно и есть. То есть я не исключаю сценарий, что я опять изобрел велосипед. У меня такое бывает. Иногда мои велосипеды, которые я изобретаю, они уже были кем-то придуманы, но иногда оказывается, что я это первым сделал. Я поэтому совершенно с чистой совестью спешу это сделать. Почему? Потому что есть прекрасное правило, которое просто стоит столпом в геймдеве. Самый короткий путь, тот, который ты уже знаешь. Если никто в студии не владеет этим инструментом сабстанца и путем быстрого гугления, просмотра туториалов никто в студии не смог его найти, значит, либо этот вариант, либо этот инструмент вам недоступен, потому что вы его не нашли, как бы один хрен ему придется делать. Либо даже если он доступен, высока вероятность, что этот инструмент потому не популярен, что в нем есть какие-то подводные камни. И если вы не видите волну туторов на вашу конкретную проблему, которая объясняет, как вашу проблему решать, значит, скорее всего, вы столкнулись с каким-то edge case, для которого общего решения нет. И, наверное, добро пожаловать в кастомные решения, в этот чудовищный адский мир костылей и напильников. Вам нужно изобретать свой костыль и напильник. Возможно, то, что ты говоришь, оно уже есть в сабстанце, но мы, как видишь, сделали свое. Не, ну, оно может и есть в сабстанце, но была же задача именно в Гудине водку, поэтому это, в общем... Да. То есть, как бы, чего точно, ну, наверное, я сейчас, ты меня сейчас смутил, я предполагаю, что чего точно нету в сабстанце, это такого затайливателя, который между разными текстурами сделает их всех друг в друга тайлящимися. Нет, такого нет. Я имел в виду то, что там high pass, он уравнивает, то есть, саму операцию блюра, тайвалов там таких нет, конечно. Ну, в общем, я допускаю, что где-то в природе существует инструмент, который делает ровно то, что нам нужно было. В конце концов, я эту технику позаимствовал из факторио. Там факторио сделано так же. Но, когда я смотрел текстуру, у меня создалось впечатление, что они просто реально посадили художников. Я там видел вот эти браш-строки, когда переключаться между вариантами, когда вот я сейчас вам показывал, переключаясь вот это вот, вот это вот. Когда переключался между вариантами, у меня создалось... То есть, я видел глазами эти layer crossfade. Мне показалось, что они просто реально в фотошопе наштамповали сто пятьсот этих текстур, посадили художников это делать. У фактории был прекрасный плюс, они пиксельные. Мы не пиксельные. Поэтому у них не соответствие графики, не совершенство графики. Игрок визуально мог списать на то, что ну это пиксельная стилистика, и типа все, так и должно быть. Хотя на самом деле это артефакт. У нас все артефакты сразу бросаются в глаза, потому что, ну вы видели, как у нас игра выглядит. Во-первых, вот этого всего накладывалась трава, и по сути был готов результат. Сейчас, прежде чем показывать траву, мы можем сделать буквально короткий перерыв, потому что на траву там, ну я, наверное, минут за пять всю траву покажу. Там ничего сложного. Да, давай. Так, почитаем вопросы. Так, 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 так. Игорь Драсил спрашивает. Возвращаясь к прошлой теме про техартиста, какие требования средние по больнице к джуниору техарту? Пункт первый. В геймдеве крайне не распространены вот эти вот описания, которые вы слышали в вебдеве про джуниора, сеньера и медла. Потому что в геймдеве очень сложно описать границы обязанностей у каждой специальности. Геймдев — это настолько всеобъемлющая индустрия, я вообще убежден, что это самое сложное из всего IT, что ну там все работает индивидуально, то есть у каждой студии свое индивидуальное решение, у каждой студии свои индивидуальные требования к каждой специальности. Потому что люди подбираются по принципу, вот у нас уже есть какая-то команда, она умеет покрывать там X задач. У нас есть непокрытые Y задач. И мы ищем таких людей, которые заткнут эти дырки. То есть мы, допустим, ищем техартиста и, допустим, моделера. И вот они вместе должны как-то целиком покрыть обязанности всего производства контента с момента того, как модель изготавливается, до момента она попадает в игру. Как там они между собой распределят обязанности, мы просто постараемся двух таких людей подобрать, чтобы каждый вылазил за как бы сферическое в вакууме описание обязанностей данной специальности и в сумме они покрывали весь пласт. Как-то так. Я ответил на вопрос? Да, я думаю, да. Окей. Так, N5E4. Гудинщик, как мы это делаем очень тупо? И дальше какой-то эльфийский непонятный язык. Есть такая беда, есть такая беда. Я попытался сейчас как бы обзорно с высоты алгоритмов описать, что мы делаем, не особо акцентируясь на том, как мы это делаем, потому что нюансы имплементации это дело 25-е. Здесь вот этот вот асет, который у меня сейчас в гудине, судя по всему, упал, и он больше не очнется. Вот этот асет, который я вам показывал, это результат работы моей на протяжении, если просуммировать все время, которое было затратено на него, там, наверное, месяц будет, просто месяц рабочего времени. Очевидно, что я сейчас вам за 15 минут не объясню все нюансы имплементации, потому что там есть галочка, которая затыкает какую-то отдельную проблему, возникшую на отдельной земле, которую мы поймали. Если есть вопросы по общему алгоритму, задавайте, я постараюсь максимально объяснить, я в любой момент могу погрузиться на какой угодно уровень. Это я делал, я знаю, это все, как бы, камон. Но я боюсь, что если я буду объяснять все, у нас тут на каждый мой асет ушло бы стрима по три, наверное. Да, все верно. Ну, вообще, да, это отпугивает немножко, да, и то, что, в принципе, когда ты расскажешь про Иудине, сразу же начинаются очень такие специфические словари. Но, с другой стороны, когда ты начинаешь вникать в тему, это становится слушать очень интересно, на самом деле, поэтому просто переслушайте через месяц занятий Иудине. Можно другой развернутый ответ дать? Да, давай. На самом деле, львиная, то есть я вам сейчас показал три асета крупных, и у нас в проекте моих крупных асетов было, наверное, всего штук пять, потому что реальная основная часть времени у меня уходила не на вот эти монструозные асеты, которые показывают большую задачу, которую они решают, а на какие-то малюсенькие асетики. Например, я вам сейчас в процессе демонстрации продемонстрирую, что у меня в копии был мой асет, который делает delete and rename. Банальная операция. Как бы оставить только один из имидж плейнов и переименовать его в... То есть там внутри под капотом просто обернуты две ноды. И вот такого барахла у меня львиная доля всех моих асетов. Но чтобы понять, зачем оно нужно и почему такая мелочь вообще в принципе может быть востребована в крупном проекте, нужно смотреть на задачу с высоты вот птичьего полета, чтобы дробить его на маленькие-маленькие, еще более мелкие, еще более мелкие, до тех пор, пока ты не опустишься на последний уровень. Сейчас надо как бы осознавать, что то, что я вам показываю, это проект, который разрабатывался много лет. В том числе все эти годы, каждый из тех инструментов, которые я демонстрировал, многократное, большое количество итераций проходил. Вы на стартовом этапе не будете делать вот это. Поэтому я старался сейчас указать на какую-то одну технику. То есть, в частности, когда я говорил про запекание, я показал на одну конкретную функцию, с помощью которой все запекание делается. А вокруг него вы обертываете и обертываете и обертываете и обертываете. До тех пор, пока не получите готовый инструмент, в котором будет одна кнопка сделать зашибись. Вот. Поэтому у страха глаза велики, как говорится, попробуйте с чего-нибудь маленького и потихоньку вы дадете. То есть, оно сейчас выглядит таким неподъемным, но только лишь потому, что с вашего горизонта оно кажется неподъемным. Я же тоже когда-то это начинал собирать. Здесь это не по щелчку пальцев появился. У этого сета было дохрена итерацией. В первых итерациях он делал очень примитивные вещи. Просто потихоньку наворачивался, наворачивался, наворачивался. И сегодня ровно этим опытом я пытаюсь поделиться для тех, кто собирается идти в геймдев. Отличный ответ. Еще добавлю, и вы наверняка с проблемами на проекте сталкиваетесь не сразу со всеми. То есть, нет такого, что первый день выкатывают огромный список, типа, вот все проблемы на будущее, мы их все должны сегодня решить. Обычно эти проблемы там раз в месяц появляются, вы потихонечку начинаете решать. И да, уже там спустя год действительно это будет очень огромный, страшный осет, но начинался он с очень маленького. И проблемы все возникали постепенно, и вы их постепенно решали, и так осет постепенно растет. То есть, он изначально не страшный. Так, ну все, сессия терапии у нас закончилась. Давайте дальше ответы. Сергей Шевченко. Похожим способом в фотошопе фотки ретушируют частотное разложение. Кстати, да, что-то подобное я помню, когда я фотографией занимался. Да, то есть, типа, блуришь картинку, накладываешь, еще подбуриваешь, там масочки. Чтобы кожу выпрямить, кажется, что-то делать. Да-да-да-да-да. Точно-точно. Все гениальное, как говорится, просто. Все уже придумано до нас. Но для того, чтобы добраться до этого, зачастую нужно придумать это самому. Абсолютно верно. Я вот, кстати, обожаю изобретать велосипеды. Это прям моя фишка, потому что я человек плохо образованный, и многие вещи приходится выдумывать с нуля. Так, Касвилл говорит, до сих пор не знаю, откуда и почему я подписан на этот канал, но лайки на всякий случай подпрожимаю, ибо люди, шарящие в этой богохольной программе, шутить не будут. Очень мудрое решение, я так скажу. Люди, шарящие в этой программе, любят пошутить. Загуглите, как выглядит Bad Apple, сделанное в Goudini спрэдшите. Это на Vimeo есть, просто Goudini спрэдшит, или как это там спрэдшит? Да, Geometry спрэдшит Bad Apple. Будет вам веселье. В Goudini тоже люди работают, они тоже любят повеселиться. Так, Сергей Шевченко спрашивает, сколько времени обычно дается на подобные задачи? Тут сложно ответить, потому что я работал в том, что я даже не знаю, можно ли это назвать Indie Studio, но, наверное, можно. Короче, гибрид такой, Indie и не Indie. Мы делали мобильные, но у нас очень маленькая команда, мы сами от себя независимо сами финансировали, но у нас вроде как был издатель, то есть сложный сценарий. Я допускаю, что в крупных студиях под каким-нибудь мейлом у тебя все строго регламентировано, строго квадратно-гнездовой метод работы, и оно должно быть хоть убейся, выпущено к такому сроку. дедлайны были не такими жесткими. И я зачастую мог существенно эти дедлайны нарушать. Мне, конечно, это давали как бы давали по полной программе, но руководство понимало, что я это делаю не просто так. У нас было как бы доверительное отношение с руководством, и люди понимали, что каждый час моего времени потраченный, он, как правило, что-то дает на выходе. То есть, если я задерживаюсь, для этого есть весомая причина, это нам даст большой профит в долгосрочной перспективе. И судя по тем отзывам, которые я почитал, когда вот вчера перед этим стримом посмотрел стримы других людей, игравших в нашу игру, это все как бы окупилось. Нашу игру хвалили за то, что она работает так производительно, как не работает никакая средняя игра в Google Play. Как вы это сделали? Как такая графика? А рядом с Миндестри, оно так не выглядит. Поэтому не было у нас жестких дедлайнов, скажем так. Так, Джанэнти, в техарте каждая вторая задача это кастом и костыль, при условии, что задача от мидла и выше. Это вопрос... Это просто комментарий про то, что приходится делать кастомные вещи. Ну да. Ты техартист, по сути, ты занимаешься изготовлением инструментов для художников. Вот максимально общее описание, что такое техартист. С помощью того, что ты сделал, художники должны делать контент. Ты не делаешь контент, ты делаешь то, чем делают контент. Так, ну давайте двигаться дальше. Уже хочется заканчивать. На три часа хотя бы закончить. А все, собственно, осталась последняя земля. Единственная ситик, которой, собственно, я сегодня успеваю. Я боялся, что я вот этот вот здоровенный, монструозный, FFT-шный свой не покажу, но мы даже как-то уложились. Итак, гео-препэр. Это дело вырубаем. Нет, наверное, не здесь, а вот здесь вот. А это так вот сделаем. Предельно простой ассет. Тоже процедурные генерации геометрии. Нагенерил несколько вариантов травинок, которые просто, ну видно, какая у них форма, они просто рандомно задисторсены по горизонтали. У них, если призумиться, можно увидеть, что они специально сделаны так, что у них тилт кончика меняется от варианта к варианту. Тут всего, по-моему, 36 вариантов, если я не ошибаюсь. Давай посмотрим. Да, 36 вариантов. Видно, в чем разница моделей? Ну, да-да-да, да, видно. Окей. Для них художница нарисовала, по-моему, 8 вариантов текстур. Этот ассет, соответственно, один из них выбирает. То есть, надо ли вообще объяснять, как эта травинка делается? По-моему, все и так понятно. Я думаю, не надо, да. Рандомный бенд, рандомный твист и как бы вперед и в рот ему ноги. Дальше небольшой вот такой вот ассетик мой крохотный с маленьким количеством вкладочек, как обычно, который создает траву точки инстансирования, потому что реальную траву геометрии мы бы рехнулись, конечно, рисовать. Я, честно говоря, даже не думаю, надо ли нам... В чем загвоздка этого ассета? Почему этот ассет был сделан? Ровно так же, как мы тайлили текстуру, вот у меня здесь рисуется в сцене квад, той области, которая в камере видна, ровно так же нам надо затайлить геометрию травы, чтобы на месте стыка она оставалась идентичной. К счастью, в случае с травой мы работаем с точками инстансирования. Нам, по сути, надо просто взять какой-то такой патчик, который мы воткнем с краешку, постепенно появляя точки для патча, а для центральной части мы точки будем постепенно пропадать с определенным коэффициентом. На краю мы отсекаем все точки, на чуть ближе мы отсекаем 10%, 20%, 30% до тех пор, ну, наоборот, 90%, 80%, 70% до тех пор, пока мы не отсекаем ни одной точки. Точно так же здесь наоборот. По сути, этот ассет создан лишь для того, чтобы удобно рандомизировать разные параметры размера травы, кучкования травы, в зависимости от плотности рулить ее размером, поворотом и так далее. То есть, это просто такой враппер над, ну, очень сложный враппер над скаттером, плюс затайливатель, который, вот я, в принципе, постарался объяснить, как он работает, дайте лоу. Надо ли, Дима, показывать вот эти куски с точками? Ну, я думаю, не надо. Мне кажется, понятно, о чем речь. Ну, и на выходе у нас просто вот инстансирование вот этого трава, и поскольку у нас отдельным ассетом, куда там, по-моему, в роб, нет, значит, в обзоре роб должен быть, робнет, а, вот здесь у меня есть внутри роб. И поскольку у меня уже был готов тот ассет, который у нас рендерит, то тот ассет, который у нас рендерит, просто вставлен вот в этот ассет в робнет, куда-то сюда, или его куски вставлены. Мы таким же макаром, каким рендерим наше здание, все вот это вот рендерим, рендерим нашу плоскость с затаяленными текстурами, которые на выходе вместе с этой травкой дают нам, где же ты у нас, soil post stream, дают вот это. У нас отдельно затаялена текстура земли, у нас отдельно геометрией затаялена трава, и на выходе мы получаем вот такие вот штучечки, которые в unity у нас собираются из квадов. Шрейдет ваерфрейм. В принципе, я всю методу описал. А, да, поскольку у нас это настоящий рендер, карта высот нам помогла не только тем, что помогла затайлить куски, она еще помогла кое-чем другим. У нас в игру выгружается помимо закодированного в моем искаженном гамма-цветовом пространстве, который позволяет восстановить HDR, то есть у нас в одну текстуру выгружается уже финальный отрендеренный цвет пикселя по 8 вариантов на каждое покрытие, плюс для каждого из них соответствующий атлас у нас есть с карты высот. И эта карта высот позволяет уже в игре смешивать два покрытия по нойзу. То есть вот здесь вот хорошо будет видно. Давай-ка я тебя возьму, и я знаю, кто у нас вот. Ты у нас вот. Посмотрим дебаг. Dissolve mask. Вот такая вот штучка карта строится, это сейчас служебный показал, которая из одной текстуры расходится в другую с учетом их карт высот. Поэтому у нас на выходе мы можем чисто вот как бы уже в игре, в рантайме получить бесконечные, по сути уникальные вот эти вот бордеры, которые нигде больше в игре не повторятся. В факторе сделали по-другому. Они просто наштамповали опять же кучу вариантов перехода из каждого покрытия земли в каждое. Мы себе позволить это не могли, потому что смотрите выше мы в мобилках. Поэтому мне пришлось это делать собственно шейдером, банальный совершенно дизолв из одной текстуры в другую просто по карте высот. И поскольку оно делается по карте высот, оно выглядит так, как если бы реально одно покрытие как бы входило в другое. Что у нас вот здесь уже вроде бы вот эта трава, но торчат кустики верхушки этих, как их звать, травинок от этого покрытия. Вот. Очень круто. Все это стало возможно исключительно потому, что мы работали в Гудине и потому, что мы работали с настоящим ну вот как бы правильным рендерным контентом. Что не фейки, а вот все у нас там 3D геометрия, настоящие рендеры, настоящий попасовый рендер, вперед вот это вот все. Как бы мы это делали в другом редакторе, я полагаю, что никак. То есть я даже не представляю, как это в принципе можно было бы сделать в другом проекте. Пускай большой крови, пускай там, я не знаю, убийца сделать, я не представляю, как это даже убившись можно было бы сделать в другом пакете. Очень круто. Очень круто. Я прям в шоке уймы прикольных техник, которые хочется потестировать даже. Так, если это все... Мозг немножко взорван. Это как всегда. У нас такие стримы специально для этого сделаны. Если это все, можно почитать чат. Давай. Отлично. Насчет взорванного мозга добавлю комментарий. Я специально выбрал самые простые наши осеты, если что. Большие, но самые простые. Представляю, там дальше вообще черная магия пойдет. У меня был бейкер, просто вот пара слов про запекание. Есть замечательная проблема с запеканием, когда у тебя кусок одного меша попадает на другой меш. И решение, одно из решений, я показал, строить правильный меш, но иногда это невозможно сделать. Иногда у тебя есть как бы два куска геометрии, которые друг в друга погружены. И там секрет в том, что эти два куска надо запекать независимо друг от друга. У меня есть здоровенный тулсет, который устанавливает соответствие... Я сейчас начал говорить, я понял, что даже описать, что оно делает, не могу по-простому. Поэтому, короче, есть другие более сложные инструменты, вот на этом сойдемся. Хорошо. Я бы показал то, что имеет визуальную... Ну, по-моему, это был офигенный стрим, совершенно очень полезный. И те, кто дожили до этого момента, они, в общем, с нами согласятся. Респект вам, ребята. Да. Евгений Русинов говорит, открыл BadApple Spreadsheet, и люди, говорят, работают. Ага. И вообще, я как сам начал изучать Гудини, коллеги говорят, я сам стал меняться. Да, все верно, как тут говорят, Гудини меняет людей. Так, Артем Кагарманов спрашивает, Стас, а ты сейчас больше в TechArt, в GameDev и уходишь. Если прям я, то я вообще, в принципе, в сторону Unity очень много копаю. Вот. Насчет того, TechArt, это не TechArt, наверное, скорее нет. То есть, мне ближе, наверное, программирование. Но TechArt тоже очень интересен. Так, Сергей Шевченко, что примерно должно быть в портфолио при устройстве на TechArt, если никогда не работал на проектах? Опять же, мне трудно сказать, потому что я, это осознанное решение, я специально не хотел работать в крупных компаниях. С Mail'а у меня личные терки, они меня один раз очень сильно поставили, а я злопамятная скотина. Я зарекся, когда бы то ни было с ними снова работать. Я лично для себя забанил всю компанию Mail.ru. С другими компаниями так уж получилось, что я как-то вот не устроился. Я, по сути, поработал всего в двух студиях. Ну, как бы, come on. Один проект хороший, разрабатывается несколько лет. Вот мы в этой студии, в которой я сейчас проработал, я поработал над тремя проектами суммарно. Это просто большая часть жизни. За весь свой опыт я поработал в двух студиях. Я сказать не могу. Что могу сказать про тот опыт, про который я знаю и как это было сделано у нас? TechArtist, его задача избавить от проблем всех остальных. То есть идеальный, сферический в вакууме TechArtist, это такой человек, к которому приходит артиллер говорит, слушай, я хочу сделать красотевушку, а ее можно как-то сделать? И TechArtist поломает мозг, придумает, как это с большим, 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 как это без мата-то сказать, извратом, но запихнуть в игру, скажет, вот художник, тебе кнопка, инструмент, нажимаешь кнопкой, делает тебе хорошо. Соответственно, твое портфолио должно показать какие-то... Я, честно говоря, даже не представляю, как ты можешь, не поработав ранее в другой студии, TechArtist'ами не нанимаются, TechArtist'ами становятся в процессе. То есть ты приходишь работать в какую-то студию, работая кем-то другим, у меня вот был бэкграунд шейдерщика и фиксера, и в процессе ты допрокачиваешься до TechArtist'а, потому что это профессия на сочленении двух. Как-то так. И потом уже с этим ты устраиваешься как чистый TechArtist в другую студию, или в это же остаешься на другой специальности. Так, Сергей Шиченко же говорит, очень классный гость, спасибо за стрим. Абсолютно согласен. Спасибо, хвалите меня, да. Так, дженэнти ставит плюс один по поводу mail.ru, N5E4, там еще помимо альфийского языка есть еще черные маги. Ну, в общем, вопросы у нас закончились. Так, Кром, если бы Гудинь еще мог сценарий для сериалов генерить? Вы таки будете смеяться, но с учетом последнего развития нейросетей я неюллюзорно представляю себе сценарий, где топами, как они называются, топы-то гудинские. Топ-нет в контракте есть. Ну да, топ-нетами где-то там, я сейчас, к сожалению, вспомнить не могу, у меня уже был сценарий, где мне оказалось проще что-то не связанное с CG-контентом сделать гудинскими топами. Конкретный пример, к сожалению, не вспомни, реально просто забыл, что там было. Им удобно переименовывать текстовики. Честно говоря, это удобнее переименовывать дабл-командером. Может быть. Так, ну что, ребят, давайте закругляться тогда уже 3 часа. Мне кажется, было офигенно, было очень интересно и очень познавательно. И я лично кучу крутых идей для себя подчеркнул, которые хочется попробовать. Давайте прощаться. Спасибо огромное вам в чате, спасибо тем, кто донаты слал, огромное спасибо. И спасибо нашему гостю, конечно же, Лекс, огромное спасибо тебе. Можно напоследок покажу единственный эффект за сегодняшний стрим, который был сделан в Гудине? Давай. Вот я сейчас его транслирую. Эффект растеризации, когда мы прилетим на новый уровень, я правда не знаю, сколько он сейчас продлится, этот запуск. Он может типа полминутки. Это не считается, это понятно, что это все спрайты и так далее. А вот когда оно прилетит на новую локацию, то оно появится через мою гордость, через растеризацию. Это сейчас просто я загрузил сценку с концом миссии предыдущей, и вот новая сейчас должна начаться, если я правильно представляю. Yeah. И вот он пошел приземляться, сейчас красотулечка будет. Вот это вот. Это тоже было сделано в Гудине. Единственный пример эффектов, который я за сегодня показал. Красота. Отлично. Так, что нам тут пишут? Веселый стрим. Спасибо за стримы гостя, Джанэнти. Артем Шахов, спасибо. Сергей Шевченко, и он на четвертый час. Нет, на четвертый час мы не идем, давайте уже закругляться. На самом деле все очень здорово. И, естественно, мы встретимся с вами в следующем стриме. Приходите через неделю. И если, опять-таки, вам интересна тема техарта, то в описании к стриму есть ссылки на YouTube-канал и на Twitch нашего гостя. И в частности, он мне недавно дал целых три личных, так сказать, стрима про оптимизацию графика в Unity, которые, по-моему, в сумме 7 часов или сколько? 10 часов получились. Да я не знаю, я еще не отмонтировал. В общем, огромное количество контента, и каждую минуту там просто на вес золота. Так что, если вам это интересно, обязательно посмотрите. Все, спасибо огромное, ребята. Пока-пока. Увидимся через неделю. Будьте счастливы, работайте в Гудине, как всегда. Пока-пока. Спасибо, что позвали. Пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok